Господа, у меня в гостях Сергей Сухов, человек, который занимается глубоко темой стоицизма, а мне эта тема очень интересна, поэтому сегодня вместе с вами, вместе с Сергеем мы разбираемся в этой теме. Спасибо тебе большое, что приехал. Приехал специально в наш чудный город, чтобы записать этот шикарный выпуск. Очень рад тебя видеть. Очень рад. Тоже поучаствовать. Хочется начать с такого. Мне очень понравилось под одним из видео с тобой на тему стоицизма комментарий, самый залайканный, про воду и про стакан. Что для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста стакан наполовину пусто, а для стойка стакан есть, и это факт, и в этом заключается вся суть стоицизма. Расскажи, пожалуйста, мне, как человеку, чтобы ты понимал такие вводные данные, для меня тема стоицизма ограничивается книжкой «Стоицизм на каждый день». Это вот то, что я осилил, погрузился, так сказать, и у меня есть какие-то более-менее представления. Но в первую очередь даже не про то, что такое стоицизм, а как получилось так, что ты увлекся этой темой. Потому что, знаешь, как правило, бывает так, что у человека в жизни есть какой-то сложный период, и он ищет для себя какую-то опору, какой-то фундамент или какой-то переломный момент, и находит какую-то вот определенную жизненную философию. Как ты увлекся этой темой? Ну вот какого-то такого прямо триггера не было. Если посмотреть ретроспективу, то я давно веду блог. И лет, наверное, мне кажется, 6-7, может, больше даже назад, я там выложил несколько цитат, которые мне просто очень понравились. Там буквально, по-моему, штук 10 их было. И потом уже, в прошествии какого-то времени, я вдруг обнаружил, что их автор Сенека. Более того, у самого, у меня же у самого в блоге вдруг потом нашлись и другие цитаты стоиков. Потом были всякие разные там поиски, они, честно говоря, сейчас есть. Но вдруг в какой-то момент я понял, что вот эта тема, она, ну, как сейчас модно говорить, резонирует. То есть я читаю тексты, которые были написаны, ну, в общем, давно, да, там, 2000 лет. И мне как-то вот они очень понятны. Вот такое ощущение, что ты общаешься с знакомым человеком, что это как будто бы люди, которые ведут с тобой диалог. Не в каком-то мистическом понимании, а просто вот ты обнаруживаешь как будто бы свои мысли, изложенные тогда. И мне вот показалось, что надо, значит, это пойти поглубже. Плюс это здорово как-то соотносится с тем, чем я по жизни занимаюсь, там, с предпринимательством, с проектами, с какими-то исследовательскими историями. И вот стаизизм, он как-то вот собрал вот этот пазл. И поэтому вот он возник. Да, наверное, так для тех, кто нас слушает, немножко больше выводных данных про тебя, что такое, особенно почему, да, это один из таких моментов, интересно, почему мне захотелось именно с тобой на эту тему поговорить. Потому что ты имеешь непосредственное, как бы, скажем так, соприкосновение с предпринимательством, да, потому что ты сам занимаешься бизнесом. И для тех, кто нас смотрит, ребят, я оставлю обязательно ссылки, можете почитать. Но Сергей занимается маркетингом сколько уже лет? Ну, лет 12. Лет 12, да. И как бы до этого на пересечении очень интересно. И давай, наверное, сразу копнем в такую прикладную часть, от которой мне хочется оттолкнуться. Потому что вот, знаешь, все, любая философия, вообще неважно, любая там религия и так далее, она очень интересна и вот такая вот одухотворена, когда это просто в теории. А когда на практику начинаешь перекладывать, становится очень сложно. Вот давай в практическую жизнь. Что ты нашел для себя такого в стаицизме, что тебе срезонировало, и ты понял, о, вот эти вещи могут улучшить мою жизнь, вот эти вот идеи. Ну, таких вещей много. Например, да, например, это определенные упражнения или практики. Они, как мне кажется, очень хорошо ложатся именно на современный ритм и, ну, скажем так, на европейский менталитет. Ну, европейский в широком смысле слова. Имеется в виду невосточный. Хотя я обожаю Индию, занимаюсь там одним из китайских стилей боевых искусств. Но, тем не менее, вот какие-то чисто мировоззренческие истории, они все-таки у нас очень во многом идут из Греции, Рима, вот откуда-то отсюда. И практики, которые есть у стойков, они, как мне кажется, максимально применимы человекам, живущим вот в современном ритме. Потому что когда ты сталкиваешься там с буддийскими или с йоговскими какими-то историями, которые сами по себе прекрасны, но по большей части они, ну, они сложно вписываются в наш ритм. Ну, потому что когда тебе говорят, слушай, ну, как бы надо часика-два в день вот этим вот заниматься, а еще вот это, а еще вот это, то, ну, если это как бы не твоя профессиональная деятельность, то вряд ли ты найдешь время. Я здесь перебью. Я, так как я живу в мусульманской стране, я наблюдаю вот этот вот ритм, да, то, что они там на массу словно к этому. Каждые четыре часа. А в пятницу есть какой-то, я очень далек, но, тем не менее, там в пятницу есть какой-то момент, когда вот это самое обязательное время, когда вот прям нужно реально вот поехать в мечеть, и чтобы ты понимал, что происходит. Просто для такого обычного обывателя, который приехал условно в Дубай, встает просто город, там, на час, на полтора, все таксисты, просто все идут в мечеть, и просто коллапс такой. Это вот к слову про обычный ритм жизни, да, для нас это сложно представить. Да, поэтому вот первое это упражнение, потому что многие из них, ну, когда их рассказываешь, они кажутся иногда настолько простыми или там основанными просто на здравом смысле, что люди иногда говорят, слушайте, ну, мы вроде как даже чуть ли не интуитивно это когда-то делали. Это первое. Второе, я вижу огромное количество параллелей между стоицизмом и тем, что на сегодня мы знаем из когнитивных наук, из нейробиологии, из искусственного интеллекта. И вот здесь мне тоже кажется вот этот момент очень важным. Мне, да, тоже может быть важная ремарка, там я не академический философ. Я даже диссертацию в 2000 году писал про искусственно-неронные сети. О, актуальненькая. Да, когда еще, в общем-то, никто не знал, что вообще это такое. Поэтому я даже на стоицизм смотрю с очень такой менеджерско-инженерной точки зрения. И мне кажется, что для современного человека это вообще единственный правильный путь. Понять стоиков, глядя на то, что они открыли через призму физики, через призму биологии, через призму когнитивных наук, а не, грубо сейчас скажу, да, а не ходя в музей. Почему? Потому что мы все равно живем, ну, в другой среде. Ну, конечно, есть там такие диспуты на тему, там, а человек-то не изменился, 2000 лет прошло, а все, смотрите, все тоже. Да, многое то же самое. Но многое другое. Ну, и плюс мы на сегодня знаем, ну, мне кажется, в десятки раз, наверное, в сотни, может, в тысячи раз больше про то, как устроен мир, да, про то, как устроен человек. Но у нас вот-вот искусственный интеллект появится. И как бы кажется странным сейчас было бы, если бы я говорил, что ребята, значит, а давайте все наденем тоги, вот и куда-то вот туда отправимся. Поэтому мне кажется, несмотря на то, что мы говорим про древнюю систему, старую систему, мы про нее все равно должны говорить таким очень-очень современным языком. Вот буквально все термины, переводя в современный контекст. Тогда она будет работать. Понял. Давай тогда еще чуть-чуть на этаж ниже для начала спустимся. Ты сказал, что какие-то практики для себя нашел, какие-то вещи супер применимы. А можешь привести пример какой-то вот, может быть, не самый постоянный, но вот такой вещи, которая тебя прям, ты попробовал практику, такой, о, классно, меня это цепляет, я нашел для себя пользу. Знаешь, как у меня в первый раз, когда я попробовал медитировать, честно сказать, я так себе регулярность в этом испытываю, но каждый раз, когда я сажусь помедитировать, я настолько кайфую и вообще, знаешь, ментально просто, и настолько получаю какой-то вот этот вот такой экстаз, что я понимаю, блин, это классная штука, надо делать регулярно, правда, на следующий день я об этом забываю, но тем не менее в моменте я ощущаю, бум, всплеск вот этот. Что из техник стоицизма на тебя такое впечатление произвело? Ну вот у стойков есть модель, которую впоследствии кто только не перенял себе, и различные школы психологии, и частично коучинг, но современная интерпретация, она называется «От впечатления к действию». От впечатления к действию, да. И вот можно, чтобы сразу какая-то иллюстрация была, чтобы ты тоже почувствовал, может быть, наши сейчас зрители тоже как-то на себе отметили. Вот давай я тебе покажу, как эта штука работает. Давай. Вот представь себе, что канун какого-то праздника, Нового года, есть какой-то очень важный для тебя человек, неважно, в личном плане, в профессиональном плане, неважно. Ты очень долго, тщательно составлял ему некое сообщение в Телеграм. Поздравление. Вот все, выверил каждое слово, там вот, может быть, думал, в какое время. В общем, вот создал. Да. Отправил. Видишь, что прочитал. Молчит. И молчит. Падла, блядь. Ненавижу эти моменты. Да. Вот что в этот момент начинает делать наш ум? Искать тысячу вариантов, где ты провинился, что произошло, что ты написал не так и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Причем, обрати внимание, что он, как правило, не ищет что-то хорошее. Да-да-да. То есть мы не думаем такие, слушайте, он, наверное, в таком вообще экстазии восторге, что просто ответить не может. Вот что произошло в как бы, ну, условно, в физическом мире, да? В физическом мире какой-то набор пикселей появился на экране, вначале у меня, а потом у человека. Но мы с вами машина интерпретации. Вот человек — это машина интерпретации. Мы не можем не, как бы, не трактовать мир. Мы постоянно всему подряд приписываем какие-то смыслы, значения, там, интерпретации, еще что-то. И вот стойки заметили, да, что обычный человек, он всегда в два такта работает. Вот сенсорные системы принесли какую-то информацию, и дальше мы себя обнаружили в каком-то действии. Все, два такта. Автоматизм такой, да? Да. Это нормально, это очень хорошо, это система номер один по Канеману. Если бы так не было, мы бы постоянно тормозили. Ну, потому что нам надо было бы осмыслять каждый вообще шаг, да, вот так, вот там, бутылка с водой, как она открывается, что такое бутылка? Ну, мы же, мы на самом деле делаем сложнейшую операцию. Это как, знаешь, из разряда говорят, вы никогда не задумываетесь о том, как вы дышите, и как только ты начинаешь об этом думать, у тебя начинает сбиваться дыхание, то есть ты начинаешь, ой, как-то сейчас вдохнуть надо, не надо, странный такой процесс начинается. Да, а вот если бы ты вдруг решил запрограммировать искусственный интеллект или робота, которому тебе надо было бы научить, что вот эта бутылка, ты бы столкнулся со сложнейшей задачей, что тебе много чего пришлось бы сделать. Просто у нас на автомате работает, наша нейронка обучена. Друзья, стоицизм учит нас сохранять трезвый разум и позитивный настрой в любых ситуациях. Это особенно полезно в путешествиях. Я уже побывал более чем в 60 странах и понял для себя две вещи. Во-первых, нужно всегда быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану и не унывать из-за этого. И второе, заранее выбирать самые надежные варианты, чтобы ситуаций, в которых нужно проявлять стоицизм, было поменьше. Например, бронировать отели на МТС Тревел. Важное преимущество сервиса гарантия заселения. Это особенно ценно, если вы планируете поездку в другую страну. Поддержка МТС Тревел доступна круглосуточно, а значит, вам всегда помогут, даже если вы на другом конце планеты в другом часовом поясе. На этом приятные бонусы не заканчиваются. При бронировании отеля за границей вы получите кэшбэк до 15%, а в поездке бесплатный роуминг на все дни бронирования. Оплачивать зарубежные отели можно картами российских банков, а значит, цена не изменится, несмотря на разницу курса валют. Мне кажется, что звучит супер выгодно и супер удобно. Кроме того, по моему промокоду Соколовский вас ждет скидка 10%. Успейте воспользоваться ею до конца года. Путешествуйте и наслаждайтесь отдыхом, а об остальном позаботится МТС Тревел. Ссылка на сервис будет в описании. И не забудьте про промокод. Поехали! Это значит, так как я человек так или иначе косвенно из IT. Я над своим партнером Артемом очень часто у меня любимая шутка про разработчик. Он разработчик, а я, так как я с ним в связке работаю много лет, я понимаю, у меня любимая шутка про разработчиков, что разработчик, он когда ложится спать, он с одной стороны ставит стакан на тот случай, с водой, на если захочется пить, а с другой стороны пустой, на тот случай, если не захочется. Ну вот что-то типа того. Так вот, возвращаясь к вот этому такому нашему тестовому примеру и вот этой идее. Стойки открыли, что между двумя вот этими шагами, между шагом восприятия и шагом некой реакции или действия, это может быть эмоция, поступок, неважно, есть еще два промежуточных шага. Шаг согласия и шаг импульса. Что это за штуки? Мы можем, благодаря тому, что у нас есть вот эта как бы частичка разума, мы можем вот эту автоматически созданную интерпретацию отследить и пересмотреть. Да? Потому что если мы вдруг это не делаем, то мы абсолютные роботы. Вот мы как бы действуем по алгоритму. И вот почему говорят о том, что стоицизм это очень во многом работа с менталом, с ментальной частью, с умом. Потому что стоик ищет некую дисциплину ума. Он понимает, что его мозг вот в этих интерпретациях может не всегда выдавать адекватные вещи. Именно поэтому у нас начинает вдруг просто из себя выводить какой-нибудь странный фактор, типа незакрытый тюбик зубной пастой, говорящий рядом по сотовому телефону человек. Все это недостатка дисциплины ума. Потому что ум, например, интерпретировал эту штуку как оскорбление, неуважение, придумывал себе что-нибудь про сообщение в мессенджи и так далее. Если мы не контролируем вот эту трактовку, мы, соответственно, влетаем в реакцию. Выделяются нейромедиаторы, гормоны, ну все, мы получили химические коктейли у себя. Так вот, эта практика, которая побуждает тебя быть очень внимательным, очень аккуратным к тем вот этим автоматическим интерпретациям, которые выдает ум, вот для меня это во многом такое сердце стоицизма. И вот когда меня спрашивают, там Сергей, а ты там сам что больше всего, я вот пытаюсь воспитать в себе ну вот некого такого наблюдателя, который, ну мне хочется, чтобы хотя бы в каком-то значительном количестве случаев он успевал влезть вот эту вот вот такую как бы сказать обезьянную интерпретацию, потому что наш мир, он подбрасывает нам такое количество триггеров, что ну просто там диву даешься, а наши трактовки этих триггеров, они могут быть еще больше, и они иногда бывают ну там не знаю крайне далеки от действительности. Ну пример, который часто привожу, там весело поющие птицы, нам ведь прям хочется верить, что они любви поют, ну вот прямо вот прямо и почему еще мало того, специально для нас, там солнышко улыбается лично нам, да там, а вот тучи вот прямо специально нам портят там настроение и так далее, хотя если мы там посмотрим исследования, мы узнаем, что птицы чаще всего от голода поют. Реально? Да. Да, я не знал, интересно. То есть я жрать хочу, жрать хочу, ой, как красиво. Или наоборот, тут еда, тут еда, вот как бы, то есть это, ну нет, там есть как бы. Ну я понимаю, я утрирую. Да, есть, конечно. И соловей, безусловно, поет только о любви. Но и вот таких вот штук много, и мы живем вот в этом вот неком таком облаке из разной степени адекватности интерпретации. И когда говорят там про управление эмоциями, про точность решений, вот стойки скажут, что ключ, ключ ко всем этому состоит в том, чтобы успеть, успеть вот свою вот эту частичку разума поместить вот в ту самую микросекунду, это на самом деле от трехсотых, по-моему, до шестидесятых секунды. Это очень быстро, это очень кратко, это прям очень быстро. Когда прилетела вот эта трактовка. И тогда ты получаешь ключ и к эмоциям, и к поступкам, и ко всему остальному. Но у этой вещи есть еще множество более глубоких трактовок, может, мы о них тоже поговорим, потому что очень интересный вопрос возникает из того, откуда вот эти выборы берутся в трактовках. Потому что вот, насколько я помню, у тебя был в гостях Дубынин? Да, у меня ровно как бы в голове сейчас следующий вопрос как раз под него, потому что мы с ним обсуждали, затрагивали вот эту тему выбора и принятия решения, что мозг, он предопределяет уже, да, вот это пространство твоего варианта, но, на самом деле, определено мозгом за какое-то мгновение до того, как ты сделал что-то, да, то, что там ситуация, пространство, оно все вот уже как-то склоняет к тому, чтобы было принято определенное решение. И, по сути, там нет у тебя какого-то времени для паузы, для того, чтобы переосмыслить это решение. Ну, вот как раз вот эти микро-мгновения есть, если ты как бы в этом тренируешься, а тогда мы на самом деле вот, ну, знаешь, вот эта восточная поговорка «Живи здесь и сейчас». Да. Так вот здесь и сейчас мы роботы. Да, ты знаешь, как человек, это набор автоматизмов таких определенных, да, и, по сути, если взять, если просто мы берем нашу обычную жизнедеятельность, мы на абсолютно автоматическом режиме летим, вот я так понял из того, что ты сейчас рассказал, то есть как раз идея стоицизма, которая тебя как бы затянула и которая тебе понравилась, что ты, по сути, в некоторые моменты вот пытаешься отловить эти автоматизмы и понять осмысленно, как бы ты повел себя в этой ситуации, да, почему ты принимаешь то или иное решение, почему ты делаешь то или иное действие, да, то есть такое микропауза, нажали, подумали и потом приняли решение, а не сделали это по тяге какой-то эмоции, да, или еще чего-то. Да, и там выясняется еще, на самом деле, огромное количество очень интересных моментов, потому что вот я сказал, что в цепочке это четыре шага, да, вот восприятие, вот мы сейчас поговорили про согласие или несогласие на интерпретацию, третий шаг там импульс. Импульс – это уже реакция тела, и, соответственно, ты еще можешь научиться отслеживать, а как это ощущение в теле проходит, потому что любая эмоция, например, если мы, опять же, так вот прям задумаемся, мы поймем, что любая эмоция – это набор ощущений в теле, и все. А мы обучены, мы просто обучены вот этот набор ощущений опять же интерпретировать как страх, сомнение, радость, вину и так далее. Наша с вами система регуляции, сейчас уже все знают про всякие там дофамины, серотонины и все прочее, она представление имеет о том, что такое там гнев, счастье и так далее. Это механизм, а мы ему приписываем значение. Набор химических реакций, происходит химическая реакция, мы ее научились каким-то образом называть, да, условно. Да. И еще за счет того, что мы ее так называем, мы получаем еще как бы вторую петлю, ну, то есть, например, там гнев, нельзя гневаться, или наоборот, еще сильнее разгневаюсь, и получаются, ну, такие как бы петли, разной степени полезности петли. Так вот, вот стоицизм, он во многом вот про какие-то такие истории, это один его большой блок, да, ну, просто он мне близок, потому что мне такие практики, ну, мне они интересны, они, как мне кажется, очень большое прикладное значение имеют, ну, и так далее. А второй большой блок, он связан с некой этической системой, или с, что, гораздо правильнее сказать, с тем, что стоицизм работает с моделью мира человека. В отличие, скажем, там, психологии, коучинга, и всего прочего такого, да, стоицизм лезет вот в ту самую, ну, мы с тобой, поскольку оба из IT, да, в операционную систему ума, да, потому что, ну, вот если провести некую такую аналогию, то можно, да, сказать, что вот у нас есть, ну, упростим пока мозг, да, но это механическая система, электрохимическая система, но на эту систему, как бы установлена некая ПО, да, и вот это ПО, это наше мировоззрение, и именно мировоззрение определяет, тотально определяет качество жизни человека, потому что именно мировоззренческая картина, она, собственно, объясняет, она нам объясняет все, что вокруг нас происходит, она даже нас создает очень во многом, и вот стоицизм, он предлагает свою версию, не претендуя, кстати, на то, что это некая, там божественное откровение, свою версию картины мира, свой набор ценностей, которые формируют человека определенного типа. Это человек, который способен сохранить разумность, адекватность, собранность, некую дисциплину в трудные времена. Вот за стоицизмом вообще закрепился такой, так, философия трудных времен. И вот этот вот второй аспект, который мне очень-очень интересен, это условно говоря, а как работает модель мира? Вот как вот эта прошивка вообще, что с ней? Как устроены ее механизмы? Можем ли мы ее перестраивать? Или это некая такая абсолютная впечатанная данность? Если можем, то как? И вот тут включается там этика, а дальше еще включается так называемая физика стойков или онтология, это их представление мира устройства. Но если успеем, тоже поговорим. Друзья, ни для кого не секрет, что в моем окружении есть представители самых разных бизнесов. И с каждым из них мы обмениваемся опытом, делимся инсайтами и даже, не побоюсь этих слов, секретами успеха. Если говорить про девелоперов, то все как один уверены в том, что немалая часть успеха зависит от грамотной рекламы. Поэтому девелоперы и топ-менеджеры как никто другой разбираются в маркетинге. Но еще не все из них знают о существовании классного инструмента, который поможет выделиться среди конкурентов. А именно про иммерсивную модель здания от 2GIS. Если вы тоже девелопер или менеджер по маркетингу, сейчас для вас будет суперполезная информация. Иммерсивные модели от 2GIS это ваша возможность показать себя не только на рекламных буклетах и рендерах, но и на картах. Вот как это выглядит. Красивая 3D-модель в цвете сразу бросается в глаза среди других зданий. На ней можно отразить все важные элементы архитектуры и прилегающие территории. Тропинки, лавочки, спортивные и детские площадки. Просто посмотрите на одно и то же строение на карте. Разница действительно есть. За счет этого иммерсивная модель может решить сразу несколько маркетинговых задач. Во-первых, расширит воронку и зацепит внимание людей, которые пока что еще ничего не знают о вашем проекте. Во-вторых, сразу покажет преимущества. Архитектуру, локацию, придумываю территорию. Ну и, конечно, удержит внимание. Пользователь либо сразу захочет позвонить в отдел продаж с карточки, либо перейти на сайт, чтобы узнать больше о проекте. Еще стоит выделить крутую возможность для торговых и бизнес-центров. Это отрисовка этажей. Она поможет отразить внутреннюю планировку. Это удобно для арендаторов или покупателей коммерческой недвижимости. Потому что все сразу, как на ладони. Плюс, созданная 2GIS 3D-модель интегрируется не только на картах, но и остается у вас. Ее можно использовать на сайтах и ресурсах проекта. Поэтому, если вы связаны с девелопментом, то советую присмотреться и к такому варианту. Каталоги проекта, раздаточные материалы, реклама на автобусах, это все, конечно, работает, но это уже есть и у ваших конкурентов. А что насчет реалистичных моделей на картах? Если вы действительно хотите выделиться, переходите по ссылке в описании. Там сможете узнать все подробности и заказать 3D-модель для вашего здания. Поехали! Слушай, у меня знаешь, какой вопрос возникает, когда я и в целом в стоицизм слегка погружался на уровне того, что я там успел в своей жизни и вот из того, что ты говоришь. Вот это вот такая часть, назовем его, рационального мышления, что ты, по сути, как человек здравомыслящий, как человек, обладающий интеллектом, ты обретаешь определенный навык вот это умение поставить на паузу, осмыслить, принять какое-то правильное рациональное мышление. И здесь у меня возникает такой тонкий нюанс. который касается, знаешь, в большей степени даже современной культуры и того, куда идет мир. Это действия на каких-то ощущениях, на чувствах, там, меньше рационального, больше чувствительно-эмоционального. Когда, и вообще в целом, если мы посмотрим на поколение, которое там помладше, чем мы с тобой, и вот на какие-то идеи, которые трактуются сейчас и которые несутся в массы, это идея того, что наоборот, нужно делать, как ты чувствуешь, нужно слушать свое сердце, слушать свои ощущения и не рационализировать. И даже прям есть целые идеи, концепции, которые говорят, у вас все так плохо, потому что вы слишком рациональны, и то, что нужно доверяться чувствам, интуиции и так далее. И здесь получается, ты наоборот, вырабатываешь другую модель, которая вот эти вот вещи, она притупляет и говорит, нет, твои эмоции и твои чувства, это лишь набор каких-то вот там химических реакций, а вот разум твой, да, он тебе говорит, как на самом деле надо правильно. Вот какой, какой это здесь, потому что у меня на самом деле, смотри, я сам по себе такой супер рациональный чувак, прям знаешь, там все просчитать, все продумать, там план А, Б, Ц, Д, Е, с другой стороны, мне очень нравится идея вот этого гедонистической модели, знаешь, такой немножко в сегодняшних реалиях, когда хочется немножко расслабиться, и вот куда тебе зов души ведет, туда и идти. Как стаицизм отвечает на это, и как ты размышляешь об этом? Я, конечно, знаю про этот тренд, и знаю много очень уважаемых мною, в том числе предпринимателей, которые, ну, как бы говорят, говорят, что они ему следуют. Но потом, как правило, внутри обнаруживается все равно очень рациональный, железный стержень абсолютно у таких людей. Что я думаю? Я думаю, что есть, как бы сказать, есть интуиция с маленькой буквы, а есть интуиция с большой буквы. И я думаю, что... С маленькой буквы, это расхлябанность. Это невроз. Да-да-да. Невроз. И вот когда человек принимает свою, ну, некую, ну, давай, расхлябанность, некую невротичность, некие, ну, странности поведения, и выдает это как бы за чуйку. Знаки. Знаки считываются. Знаки — это вообще отдельная тема, да. Короче говоря, мне кажется, что вот людей, есть люди, у которых правда прокачана чуйка. есть люди, которые действительно чувствуют вот эти вот как бы, ну, там, не знаю, потоки, сигналы, триггер. Есть. Я сам даже знаю таких. Ну, большинство нет. Да, большинство живет как раз скорее в неком, в некой мути, вот, из вот этого коктейля, там, эмоционального, невротического и так далее. стойки, ну, стойки, наверное, сказали бы, что скорее они бы были про точности дисциплины, в том числе и в чувствах. Про то, что надо вначале подлечиться нормально, вот, а потом уже доверять. Хороший тезис. Да, про то, что ты как бы вначале пойми хоть что-нибудь, как в тебе происходит, а потом уже говори о том, что у тебя там прокачанная какая-нибудь чуйка, потому что, как правило, ну, эта чуйка не выдерживает никакой рациональной проверки. Мне, меня, ну, честно скажу, да, меня изумляют иногда такие люди, из недавнего опыта, кстати, тоже про модель мира, сейчас будет хорошая иллюстрация. Меня пригласили провести несколько лекций в одном университете. Очень хороший университет, очень классные ребята. Я уж не помню, как мы вышли на тему, вообще, что такое, какими качествами должен обладать настоящий мужчина. Хотя было про бизнес было лекции, ну, как-то вот туда. И я, значит, у них спросил, ребята, ну, вот какие бы качества вы назвали? Я сейчас очень часто, кстати, провожу этот такой микротест на, не знаю, каких-нибудь выступлениях. Вот ты бы какие качества назвал? Очень сложный вопрос, я никогда не формулировал для себя, но давай, наверное, я первый, я назову ответственность. Почему ответственность? Потому что, мне кажется, что в любой деятельности своей, связанной с бизнесом, с семьей, с, не знаю, дети, жена, родители и так далее, вот задача мужчины быть ответственным и брать, как бы, на себя определенные обязательства и хотеть, желать их выполнять. Второе, это, наверное, назовем это словом стойкость, слэш, знаешь, я бы сказал, это уверенность в завтрашнем дне, то есть, это такой определенный склад, мне кажется, он в сегодняшнем мире особенно важен, когда ты, с одной стороны, умеешь настоять на своем и дожать, где надо, и вот эта вот стойкость определенная, где надо встать с утра пораньше, сделать то, что не хочешь делать и так далее, и с другой стороны, она проявляется в том, что когда у тебя, не знаю, череда невзгод или какая-то случайная, резкая, большая проблемная ситуация, ты должен быть тем человеком, который всем вокруг, да, такое лидерское немножко качество, скажет, я иду вперед, вы идете за мной и все будет хорошо, и вот мне кажется, я, по крайней мере, для своей семьи и для своих друзей стараюсь быть таким человеком, который говорит, ребята, вообще, мир сыпется, мы впереди всех, все будет окей. Три, да? Пусть три. Да, вот так вот. Пусть три. Отлично. Я, ну вот, задал аналогичный вопрос ребятам, и они меня огорошили. Так, ну-ка, даже заинтриговал меня. Они говорят, ну как, настоящий мужчина, это тот, кто умеет плакать на взрыд. Не, я умею плакать на взрыд, но не считаю это ключевым качеством мужчины. Интересно, почему? Я удивился, я говорю, слушайте, ну а вы вообще откуда такое взяли-то? Они говорят, ну как, все настоящие герои ревут. В смысле? Говорят, ну как? И дальше мы стали разматывать, значит, эту историю и поняли, что ребятки растут на корейских дорамах. Это что такое? Это, 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 это неграмотность. Корейские сериалы, проще говоря, да? Ну просто в корейском языке у них там не все буквы, не все звуки присутствуют, они слово дорамы не могут выговорить, они говорят дорамы. Вот. Так вот, там одно из качеств как бы настоящего мужика, такого мужика, да, это умение плакать. Почему? Потому что, как бы, дальше очень красивый ход мысли, что только действительно мужественный человек может позволить себе настолько явное проявление чувств. Это нормально звучит, когда объясняешь. И вот, когда я говорил, да, что, что именно картина мира, мировоззрение, да, система ценностей задает все. Вот это яркий пример. Вот человек, там, с той точкой зрения, которую ты озвучил, она, например, мне очень тоже близка. Она может быть сейчас непопулярная в современном мире вообще. Неважно. Да. Он будет и вести себя определенным образом, и результаты у него будут определенные, и жизнь у него будет определенная. Сейчас не берем там успешное, хорошее, счастливое. Вот. Это, кстати, простите, не определяется качественными именно мужчинами, мне кажется, вообще из другой области. если бы меня спросил качество успешного человека, я бы другие вещи назвал. Другие бы назвал, да. А вот человеку, который там из такой мировоззренческой установки исходит, он вот, он по-другому будет, он другие решения примет. Ну, не знаю, еще пример, там, сравни человека, который, свято верит в то, что есть реинкарнация, да, и который говорит, ну, что, сейчас я вот так вот плохо живу, ну, потому что в прошлой жизни нагрешил. Да. И не важно вообще, что сейчас, важно, что будет в следующей жизни. А другой человек, например, там, не знаю, откуда-нибудь у нас с севера, скандинавский такой чувак, он вообще считает, что самое главное, что ты должен в жизни совершить, это красиво умереть, желательно в бою. Да, если ты это не сделал, жизнь зря. Вот это все мировоззренческие прошивки. Они просто в нас настолько глубоко сидят, что мы огромное количество всего считаем абсолютно само собой разумеющимся. Мы даже под вопрос это не ставим. А вот статистизм ставят. И вот в этом вот он мне, он очень интересен. Это вообще вот качество нормальной философии. Не той, которая, ну, вот, я думаю, что у тебя тоже, наверное, не самый, может быть, не самые лучшие воспоминания в философских лекциях в институте. У меня не самые. Меня преподаватель по философии просто ненавидел, мне кажется, просто потому, что я, я был тот самый человек, это как, знаешь, «Игра на понижение», фильм про, собственно, кризис 2008 года. И там, собственно, в начале фильм, когда начинается, там вот этот вот, главный, Марк Баум, он учился в еврейской школе. И там такой момент в фильме есть, когда вызывают его маму в школу, говорят, она говорит, что случилось? Он говорит, «Ваш сын ищет сомнения в Слове Божьем, противоречия в Слове Божьем». Она говорит, «И? Он их находит?» То есть это как раз... Да, и вот чем, мне кажется, вот такая суперценность в том, что стаицизм, он предлагает некие вот эти мировоззренческие концепты используют в качестве гипотез. Вот не в качестве, там, догмата. А вот, может быть, конечно, это мои... Я сейчас там свое еще накладываю, какое-то понимание. Стаицизм говорит, «А давайте представим себе, что вот так...» Чисто стоическая штука отношения к трудностям. Вот в жизни что-то прилетело. Ну, предприниматели каждый день прилетают. Вообще, предпринимательство идеальный вид инициации в современном мире. Мне кажется, вот я смотрю, там, на части твоих гостей, предпринимателей, просветленные люди. По твоей особенной философии? Да, да, ну, потому что они... Их жизнь тренит. Да, вот там... И вот стоическая история, да, любая прилетевшая к тебе в жизни трудность это комплимент жизни тебе. Закаляет тебя, потому что... Она там учит, закаляет и так далее. И вот, опять же, условно, да, вот представляем себе человека, который живет вот с такой, как бы мировоззренческой установкой, и человека, который, например, считает, что любая прилетевшая трудность это проклятие. Да, или следствие греха. Они же по-разному будут проходить эти времена. Да, у них будут разные реакции, они там, не знаю, разные проекты, продукты создадут и так далее. Вот стойки про это. Вот стойки не про... Мне кажется, даже упражнения отчасти, они как бы вторичные. Потому что первично вот это вот как бы отношение. Идея, да, главная вот, которую ты закладываешь. Да, потому что практики, ну, про практики сейчас еще, наверное, поговорим. Ну, вот главный вот это, вот этот посыл, да, философия трудных времен. Ты существо, наделенное разумом, это твое уникальное качество как человека, потому что, ну, про других жителей планеты мы, ну, есть разные гипотезы, есть ли у них разум, ну, у человека вроде как есть. Пользуйся этим. Вот это посыл стойков. Сохрани нормальность, адекватность, собранность, дисциплину, несмотря на то, что происходит вокруг. Сам будь неким, ну, примером вот этого. Верну тебя чуть назад, да, с чего, собственно, я начал, с того, что вот есть интуиция какая-то, так хочу подвести черту по этой теме, что про неврозы мне очень понравилось, потому что так иногда думаешь, ой, мне туда ехать не надо, там знак, там будет что-то, там авария, я не знаю, а потом, если ставишь под сомнение и говоришь, а точно ли, ты понимаешь, что ты просто базово устал, или ты просто не очень хочешь заниматься именно этим делом, потому что не понимаешь его перспективы, да, или там, не знаю, проект этот в целом тебя не интересует, и ты вот эти вот как раз свои внутренние какие-то неврозы, усталости и так далее начинаешь объяснять через символы, знаки и вот эти вот все вещи, и знаешь, какую проблему я для себя нашел, просто я в какой-то момент времени к астрологам походил, проходил вот эти разные этапы, знаешь, изучение себя, я понял, что чем больше ты начинаешь этому поддаваться, чем больше ты начинаешь в это углубляться, вот эти знаки, в какой-то момент ты перестаешь понимать, где реальность, а где вот эта твоя иллюзорная картинка, которую ты сам для себя изобрел, да, вот эти знаки, которые ты сам себе выдумал, и становится гораздо сложнее принимать решение, ты думаешь, довериться себе и своему разуму, или довериться знаку, который ты увидел, я не знаю, в столе, в камере, в лампочке, или еще где-то, и это так сбивает внутренний какой-то ориентир, ну, по крайней мере, вот у меня такой вот опыт был, поэтому здесь очень такая тонкая мысль, хорошо ты подметил. Но при этом я добавлю, что возможно, все-таки какие-то условно подсказки, ну, подсказки бытия, сейчас в кавычках, да, они тем не менее есть. Я здесь тоже, очень безусловно согласен, если причем послушать, там, ну, моих, там, таких кумиров, там, из бизнеса и так далее, у них у всех одно из основных правил, по-разному сформулированы, но главное, что они говорят, что нужно очень пристально наблюдать за миром и за теми сигналами, которые он тебе дает, потому что ты увидишь там и возможности какие-то, и еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее, так что я здесь как бы... Да, то есть мы не отметаем, что вот эта как бы часть жизни существует, она, она есть, я, ну, себя тоже наблюдаю довольно много ее проявлений, но мне кажется, что, короче говоря, еще надо дорасти, да, надо до того, чтобы ты правда наконец-то понял, вот какая часть тебя, ну, вот, вот это все чувствует. У стойков есть очень прикольная штуковина, они говорят о так называемых, ну, сейчас будет немножко странный, может, термин, семенах логоса. Ну, как это можно себе представить? Ну, в общем, базовая идея там состоит в том, что мир, ну, вообще все происходящее, это как бы некий разворачивающийся алгоритм, ну, как, например, в матрице программный код, и что вот как бы некоторые, ну, такие, условно, вехи, вот, они в этот алгоритм уже заложены. Примерно, вот, ну, если через какую-то метафору это объяснять, вот, знаешь, такое число пи наверняка, да? Да, это как бы ведь на самом деле не совсем число, да, это скри-функция, потому что оно вычисляется, оно вычисляется, как там соотношение определенных геометрических штуковин. И до сих пор мы с вами не досчитали там до последней, да, вот этой, как бы, той точки. Так вот, вот, если через современный язык объяснять, то вот как будто бы логос, это вот сама формула расчета, но вот все вот эти циферки, они в этой формуле уже есть, да, но для того, чтобы получить каждую следующую циферку, тебе нужно посчитать предыдущую. И вот наша с вами жизнь, мы как раз с вами по циферке, вот чтобы узнать, что завтра мы должны прожить сегодня, чтобы потом дальше, 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 дальше. Так вот, что вот эта вот прокачанная интуиция, это как будто бы способность, ну вот, не по каким-то сигналам, внутренним или внешним, уловить вот чуть-чуть, следующую цифру, на одну вперед, да, ну вот там на одну, на две, в зависимости от прокаченности. То есть оно как бы, оно как бы уже есть, но оно есть не на уровне, ну некой такой вот как бы фатума, да, оно вот есть как будто число в числе пи. То есть с одной стороны, да, заложено, с другой стороны, вот как бы они еще не открылись. Но вот, там не знаю, очень грамотные предприниматели, они как-то вот это ловят. Как правило, ловят это не на словах, а вот на неком вот там, ну там ощущениях в теле, иногда просто в пришедшем ответе, и так далее. Поэтому этот феномен есть. Ну еще раз, в 90, мне кажется, процентах случаев, особенно в определенной категории людей, которые там, ой, я не сдал по дедлайну, потому что во мне не отозвалось. Да, вот наверняка сталкиваюсь, дизайнеры часто такие. Это невроз. Здесь, знаешь, вот здесь очень тонкий момент. Понятное дело, что, наверное, это может понять и ощутить прямо на кончиках пальца не каждый человек, но тем не менее, знаешь, вот тонкий момент, что вот этот невроз и как раз вот эту интуицию, ее можно, мне кажется, отслеживать и тренировать. Ну, например, смотри, вот ты дизайнер, у которого было ТЗ четкое, была четкая задача, и он говорит, во мне не отозвалось. И вот тут, мне кажется, как раз задача задать себе следующий вопрос. А почему мне не отозвалось? Потому что я не выспался, у меня не было сил, потому что мне предложили гонорар в три раза меньше, чем я хотел бы получить. Потому что мне просто задолбал этот дизайн, и не хочу заниматься этим пожеланием. Или просто потому, что я ленивая жопа, и я смотрел «Игру престолов». И вот это вот как раз, мне кажется, суперключевая точка, знаешь, такая важная. Потому что, как правило, мы, знаешь, останавливаемся вот на первой. Ситуация, я не смог, у меня нет энергии, и дальше не идем. А если в реальности копнуть дальше, ты начнешь заниматься. Почему ты не понимаешь зачем? У тебя какая цель глобальная? А ведет меня эти цели? Так, я понимаю, а цели-то у меня нет вообще. К чему я хочу на дистанции года двух-трех прийти? И вот тут, знаешь, вот это вот пазлик, если собирать, то тогда рациональность, она как раз тебе очень сильно покает, и тогда как раз интуиция тебе может подсказывать. Если тебе, например, предлагают, дизайнер тебе предлагает какой-нибудь проект, и говорит, мы тебе заплатим за это тысячу рублей, или там, я не знаю, если ты большой дизайнер, ты там, гонорар средний за логотип, я не знаю, 100 тысяч, а тебе говорят, мы заплатим 20 тысяч, и ты чувствуешь внутри эмоции, ощущения, сдавленности и так далее, но это можно назвать определенным, знаешь, языком тела, который тебе говорит, братан, это не мэчится с твоей целью дальней, просто не надо вот как бы туда идти, здесь поэтому очень важен все-таки разум такой, знаешь, адекватный, как это, адекватность просто человеческая. Вот стаицизм про адекватность, потому что ты можешь выяснить, что это твое не откликается, основная причина этого, что у тебя не хватает витамина D. Вот я как раз об этом, да, что причина может быть какой-то рациональной, обычной вещи, нога у тебя болит, забирает все твое внимание, все твои силы. Да, и вот, опять же, про что стойки, да, они про постоянное вот это, ну, как бы немножко заземление, да, вот, а что на самом деле, вот без, ну, потому что ведь очень, очень, очень хочется, мне тоже очень хочется, да, убежать там, вот, в метафоры, в иносказания, но потом ты начинаешь раскладывать, и получается, что, ну, ответ-то, ответ очень часто очень-очень прагматичный, вот правда, там человек говорит, у меня депрессия, у меня там, вот сейчас еще, вот еще тоже про мировоззрение, стало модно выгорать, да, раньше народ уставал, отдыхал, теперь мало того, что модно выгореть, еще и надо про это рассказать, да, принять в себе это, принять, не, еще в инстаграме надо рассказать, надо обязательно сфоткаться с каким-то смузи, с кислой физиономии и написать, я выгорел, и получить за свой дофамин от этого, вот, эта мода переключится, и все перестанут выгорать, ну, по крайней мере, может быть, не станут про это так флагом махать, я про то, что, вот, опять же, прошли, ну, как я, отчасти стойки, да, про это, пойми, что на самом-то деле, да, вот пойми, где ты, ну, скажем так, лукавишь, сам с собой в первую очередь. Ну, здесь, мне кажется, все-таки, про выгорание, там много исследований сейчас в текущем мире, что в действительности есть такая история, да, из-за, опять же, там, современных технологий, соцсетей, вот этих раздражителей, в действительности у людей появилось очень много свободного времени, которое утекает, вот, как раз такие инструменты, они приводят к этому, но тут больше знаешь, наверное, то, о чем ты говоришь, я понял мысль, что есть такая определенная игра, да, во что я играю, вот я публично об этом рассказываю, что я хочу, дофаминчик в комментариях, в лайках, чтобы меня поддержали, чтобы мне сказали, какой я молодец, и то есть ты, по сути, ничего не сделал, да, ничего не добился, а уже получил свою дозу, дофаминовая наркомания такая. Да, причем ты как бы, ну, просто выдал ожидаемо, поддерживаемый, да, 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 какой-то в соцсеть там паттерн, ну, и кайфанул, да, сделало тебя это сильней, сделало тебя это там, вот, по стойкам четыре качества, да, мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Так, подожди, помедленнее, мудрость, мужество, справедливость, умеренность, ага, все, понял, мудрость, мудрость, мужество, справедливость, умеренность, и это вот как бы стоическая система ценностей вот вот это сделало тебя более мудрым более мужественным более справедливым ты проявил таким образом умеренность или нет вот это вот четыре вопроса которые по идее стоик задает себе если в идеале на все четыре там да все здорово да ты как бы говоря опять же той терминологии это добродетельный чек когда современный терминал ты нормальный чек и и вот вот когда ты постепенно начинаешь мыслить как бы приучать себя мыслить через вот этот фильтр у тебя как раз и перепрошивается та самая модель мира потому что ты начинаешь ты понимаешь вот мы разные системы ценностей создают разных людей ты хочешь быть революционером тебе нужно свобода равенство братства ты хочешь быть человеком который способен сохранить адекватность трудные времена тебе нужны нужны мудрость мужество справедливость умеренность еще каким-то хочешь быть и еще какие-то ценности я тебя слышал несколько раз и вот сейчас тоже сказал ты нормальный человек и ты приводил пример про то что ну аля то что люди сейчас такой тренд тоже принять себя принять в себе всю дурость ересь там и так далее и вот то что играл то что наоборот нужно обратить внимание на то что ты какой-то там нормально и вот здесь у меня возник такой тоненький тоненький момент большинство людей которые создали что-то выдающееся в нашем мире, неважно, компании, произведения искусства, музыку, еще что-то, это люди как раз в определенном смысле ненормальные, да, и люди, которые, как вот такое американское, да, которые думают из коробки, да, out of the box, и которые могут выйти за пределы нормального вот этого рационального мышления, где-то они выглядят абсолютно конченными, где-то они выглядят абсолютно сумасшедшими, нерациональными, но в итоге это приводит к тому, к чему приводит, они ведут себя неадекватно с другими людьми, они неадекватно балансируют между семьей, работой, спортом, здоровьем или еще чем-то, но то, что они получают на выходе, понятно, процентное соотношение всегда везде надо считать, это я понимаю, но тем не менее это приводит к таким результатам, и если мы с тобой зададимся вопросом, например, есть ли какой-то выдающийся человек, который был просто нормальным, то я думаю, у нас возникнут сложности в том, чтобы найти этого человека сейчас, из любой сферы. Я согласен, единственное, что слово нормальный не означает такой среднестатистический, для меня нормальный это тот, который, ну, все-таки хоть в какой-то степени руководствуется разумом, а не по принципу куда понесло, и я, ну, я тоже знаком с, ну, весьма творческими людьми, некоторые из них действительно, ну, не сильно адекватно иногда себя проявляют, но ты знаешь, у них правда почти, если там есть результаты, то у них почти всегда обнаруживается внутри очень мощный стержень волевой. Есть исключения, есть исключения абсолютно отмороженных гениев, но тогда ответ еще и проще, это не про стаицизм. Ну, это, знаешь, это исключение из правил, лишь подтверждают правила. Да, это вот в Греции считалось, что есть как бы, условно, условно, как бы два пути. Путь Аполлона, это вот как раз разум, дисциплина, собранность, такая рациональность, и путь Диониса. Вот путь про какие-то экстатические состояния, взрыв эмоций, вот это к Дионису. Вот порасспрашивать можно Вадима Домчога, мы с ним тоже много про это говорили. Вот, вот реалистовое творение очень во многом. Да, но при этом, но при этом я знаю Вадима, но там же все равно стержень внутри. Вот он может любую вот этот вот, любой спектакль тебе сыграть, но там внутри все четенько, очень все четко, очень, очень выстроено, очень ответственно, и все прямо вот, он молодец. Но снаружи вообще просто человек-оркестр. И не всем нужен стоицизм. Просто вот мы с тобой, скорее всего, крутимся более-менее в той среде, ну там предпринимательской, бизнесовой, где вот эти идеи отзываются. Потому что я, ну просто десятки тоже знаю примеров, когда люди открывают, надо уж все-таки назвать хоть одно имя, Сенеку Марк Аврелия или Эпиктета. Это как бы классики, да, стоицизма. Сенека Марк Аврелия или Эпиктет. И они прям откроют и говорят, слушайте, у нас, мне кажется, это я писал. Причем чем выше уровень там предпринимателя или топа, тем с большей вероятностью он это узнает. Вот это тоже, видите, интересный факт, да. Почему так? Потому что стоицизм, в отличие от огромного количества других направлений философии, он был создан людьми дела. Вот стоики, у них же даже локация была как бы, ну я иногда шучу, вот если бы они были в Москве, они бы в Москва-Сити сидели. Темщики-криптовалютчики. То есть вот это вот название, которое стоя, да, стоя, оно же просто созвучно нашему корню, там, устоять, выставить. А на самом деле стоя по Экилье, это расписная стоя, расписной портик. Вот он был в центре Афин, принципиально там, в центре как бы социальной жизни. А все остальные-то, в общем-то, были за городом, да. Поэтому вот это умострой, определенная, мировоззренческая, еще раз в который раз расскажу, позиция, которая создана была людьми, которым нужно было, ну просто с ума не сойти, решать задачи. Марк Аврелий, да, римский император. Извините меня, судьба, вот кому будет интересно, почитайте, там за время правления, смешно сейчас будет. Вначале из Китая пришла чума, а потом началась война. Где-то мы это слышали. Вот, ну там еще много всего было, там было много еще предательства, там с женой всякого разного, ну в общем интересно. И кто мне сейчас скажет, что у Марка Аврелия была простая жизнь, и сравнить это с тем, что вот он тут выгорел из-за того, что у него логотип не приняли. Вот, ну мне кажется, это большой вопрос. Ну да, это знаешь, так из разряда масштаба, да? Да. Когда начинаешь размышлять, ты думаешь, интересненькое, интересненькое. То есть ты только что выгорел из-за того, что у тебя пиксели не утвердили на экране. Ты вообще по голове сам себе стукни и пойми, что, ну, ты... Ну опять же, вот это вопрос к, ну вот как бы к некой... Вообще стойки считают, что человек растет на ответственности. У них есть такая модель круги и року. А вот чем больше у тебя ответственность, чем за больший круг, как бы ты готов взять ответственность, тем более ты эволюционно развит. Тут тоже, конечно, надо без перегибов, да? Потому что если в какой-то момент тебе кажется, что отвечаешь за планету Земля, да, вот, и делаешь это благодаря тому, что лучики добра куда-нибудь посылаешь, больше ничего не делая, то это вот тоже, возможно, не совсем стаицизм. Ну понятно, я понял твоя идея. Да. Но в целом вот у меня просто несколько раз был такой эффект. Меня совершенно неожиданно начали звать рассказывать про стаицизм в компании, причем в крупные, там, и... Эффект иногда бывает интересный. Вот мне там однажды перезванивая, заказчик говорит, слушай, у нас после, там, твоего выступления несколько человек попросили о повышении, причем с исполнительской позиции на менеджерскую. Я говорю, почему? Ты им сказал, что ответственность — это хорошо. Вот такой эффект тоже иногда, да? Ну вот, поэтому, в общем, стаицизм — это про адекватность. Понял. А меня, знаешь, одна из идей, которая вообще в целом за, как бы так, немножко заинтересовала, и я вообще даже не уверен, на самом деле, что это из стаицизма, но, по-моему, как бы оттуда сейчас подтвердишь, либо опровернешь. Но я помню, по крайней мере, она стала такой отправной точкой, когда я вообще такой, надо почитать про стаицизм. Это идея про смерть, да? Про то, что какая-то... Умирай каждый день, да? И помни о смерти. И вот такие вот идеи, которые, ну, как бы, являются такими определенными, корневыми, по сути, да? И мне почему это откликнулось, потому что я по себе знаю, многие не любят про смерть вообще говорить, про смерть думать, а для меня, как бы, идея смерти, она такая очень, на самом деле, важная в жизни, да? И я как раз из тех людей, кто считает, что без смерти жизнь бы не имела смысла. И каждый раз, когда там какие-то там трудности, или ты там думаешь, как принять решение, или ты чего-то боишься, я вспоминаю про смерть, и такое, ну, в целом, как бы, если игра, она заведомо предречена, да, и ты понимаешь, чем это все закончится, то, в целом, ты сегодня имеешь право и возможность попробовать то, что ты хочешь попробовать. И мне вот эти идеи очень, как бы, откликнулись, но я не погружался про то, как это в стаицизм, и вот хочется тебя спросить, да, почему идея смерти, вот эта вот идея того, что нужно помнить о смерти, и каждый день там умирать условно, принимая решение, там, да, сейчас понял, о чем я, почему она пронизывающая, почему она для стойков имеет вес? У нее тоже, естественно, много слоев. Вот, ну, вот давай вначале такой пример. Вот, не знаю, какая-то семейная пара, семейный скандал по какому-нибудь, ну, суперзаряженному поводу, типа, не туда положил полотенце. Обычно в этот момент всех настолько накрывает, что там об адекватности можно не вспоминать. Вот представь себе, что вот происходит такое, и вдруг бы, ну, условно, начало землетрясение. Да, то есть прилетел бы гораздо более сильный аттрактор, более сильный раздражитель. Вот я тебе уверяю, да, что даже если эти два товарища никогда в жизни не проходили ни один вообще курс по там эмоциональному интеллекту, у них тут же переключилась бы эмоция. Почему? Появился новый сильный триггер. Так вот, один из самых сильных триггеров, который, в принципе, человек может для себя создать, это триггер смерти. Это та штука, которая при максимальном включении перешибает всё. И дальше вот эта вот знаменитая фраза «Моменту моря», да, помню, о смерти, станическая. Можно на футболке написать. Татуировку не надо выбивать, а то вдруг потом передумаете. Она как работает? Она работает в таком иногда лайтовом режиме, ну, не знаю, ты что-то делаешь, вот из своего опыта, мы осенью того года с супругой в Египте гуляли по берегу моря, и я как-то вот так вдруг прям задумался, и это классическая станическая техника, про то, что, Сергей, слушай, а ведь так может получиться, что ты больше никогда моря не увидишь. Ну, у нас весёлый мир сейчас. Да, это может случиться по массе причин. И вот когда ты себе напоминаешь про что-то такое, ты как бы начинаешь ценить то, что у тебя есть. Вот есть такая красивая фраза, она Уильяму Ирвину принадлежит, это один из современных популяризаторов стаицизма, научись мечтать о том, что у тебя уже есть. Научись мечтать о том, что у тебя уже есть. И вот мы начинаем что-то ценить, когда реально представляем себе, что мы можем это потерять. А идея смерти — это как бы идея полной потери. И когда ты себе про это напоминаешь, ты как бы начинаешь плотней, полней, ответственней проживать то, что есть. Потому что вот мы с тобой сейчас сидим в прекрасной абсолютно студии, записываем идеальный подкаст. И нам кажется, что это само собой разумеюще. Это не так. Да, встретимся, еще встретимся. Это не так. Это же на самом деле потрясающая штука, что получилось, встретились, еще что-то. Это одно из привомлений. Второе — это как бы некое такое подведение итогов. То, что ты упомянул, это одна из практик Усенеки, когда он как бы предлагает каждый день ну, условно такую черту подводить. Но это экстремальная история. Я бы вот прям никому особо, честно говоря, не советовал. Но когда ты как бы допускаешь гипотезу, и там есть специальная словесная формула, там и прожито жизнь, и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен. Вот если ты прав, да, эту штуку так примерно недельки-полторы каждый день перед сном себе с таким включением будешь говорить, то качество жизни меняется. Оно становится острей. Потому что, ну, видимо, какие-то вот там задеваются вот эти вот внутренние такие нотки, струны, да, которые... Иначе они просто не просыпаются. Ну, потому что по дефолту-то мы думаем, что мы долго еще, да. Хотя это не так. Поэтому вот эта штука, она вот про это. Ну, и там есть еще всякие разные привомления. Там, опять же, в лайт-версии, да, что когда ты в конце дня как бы резюмируешь день, да, ты закрываешь, ну, так называемые зацикленные петли. Вот есть такой Дэвид Аллен с системой GTD, Getting Things Done. Вот он говорит о том, что большинство наших вот как раз таких истощающих историй, отчасти беспокойств, но и связанных с тем, что у нас в психике огромное количество незакрытых циклов. Сейчас поясню, что это такое. Ну, давай в простом примере. Ну, тебе счет за что-нибудь пришел, тебе в моменте не захотелось его оплачивать, ты его так на стол бросил, он лежит. И думаешь о нем фоном. Да. И он фонит тебе, забирает туда все силы. Да, а таких и такого много, да, то есть мозг, он все равно пингует вот эту штуку. У меня классическая история, что мне кто-нибудь написал, я вроде понимаю, что важно, но отвечать в моменте не хочу, и в итоге я не отвечаю две недели, но постоянно хожу и думаю о том, что нужно ответить. Да, это такая очень высасывающая энергия штука, просто безумно высасывающая. Да. Знаешь, запускает такой процесс, про то, что ты вначале думаешь, ну, ладно, отвечу, а потом думаешь, блин, я просто чмо, я не ответил ему уже три дня. Потом думаю, почему я не отвечаю человеку три дня? Что он обо мне подумает? Блин, а это же мой постоянный паттерн. Просто там начинается лавина таких последовательных размышлений, каких-то мыслей, которые... И в итоге в какой-то момент ты понимаешь, что ты вообще думаешь о чем-то, о чем-то непонятно, почему начал думать, а оно стартануло вот с этой маленькой капельки. Вот. И обратный эффект, да, там, опять же, канун Нового года или перед отпуском мы начинаем то, что называется, подбить дела. Да? Там, и ты вдруг как-то выясняешь, что ты счет оплатил, и как бы вот это там просто отменил. Ну, просто решил не делать, но сознательно решил не делать, да? Там делегировал, еще что-то. И у всех возникает один и тот же эффект. Такой вот, фух, да, вот легче становится. Как бы... Вот стойки рекомендуют, они эту штуку отследили, они говорят, так, давайте так, ну, каждый день. Это трудно. Вот я прям по себе тоже могу сказать. Ну, в общем, идея в том, что ты как бы подводишь итог дня по максимуму закрывая вот эти вот запущенные петли. Понятно, что ты не можешь все доделать. Но в идеале надо хотя бы не оставить совсем зависших, не оставить зависших в непонятном статусе вещей. Да, это вот самое вообще... Мне кажется, я, может быть, даже в каком-то из подкастов говорил, например, для меня, я точно знаю, что для меня самое плохое, самое сосущее из меня энергию это непринятое решение. Подвешенный вопрос. Когда ты вроде и да, и нет, и вопрос висит, и это просто... Это все. И в итоге получается так, что ты вроде бы сказал себе, ну, ладно, пускай оно повисит, это решение. А в итоге получается, что у тебя огромная часть операционки твоей просто начинает думать об этом. И иногда я себе думаю, да примет уже любое решение, просто пускай оно будет принято. Да, нет, неважно. Просто закрой этот вопрос в голове и скажи, я вернусь к этому через 3 месяца. Но у тебя на 3 месяца ты себе просто очищаешь сознание от этого. Вот это прям такая важная штука. Вот ты меня спрашивал про стаические практики. Вот, стаическая практика. Каждый день только так. Ну, вот про регулярность, кстати, довольно сложный. У меня как раз к тебе был вопрос на тему вот этой вот регулярной рефлексии. У меня было время, когда я пробовал по вечерам подбивать как раз итоги. Более того, пробовал дневник вести еще, да, то есть выписывать какие-то на уровне не только задач, а на уровне ощущений, эмоций, да, что я проживал, чувствовал. И я за собой поймал такую штуку, что я стал слишком склонен к рефлексии. И что это такая пагубная тема оказалась, которая засасывает, когда ты начинаешь слишком много думать, слишком много оценивать, слишком много пытаться осмыслить. В те моменты, где тебе нужно не думать, вообще просто отключить мозг, сделать раз, два, три, получить результат, кайфануть и побежать дальше, ты начинаешь сваливаться. А надо? А точно ли я это хочу? Да еб твою мать! Не важно, просто если тебя интересует это, если у тебя вызывает эту эмоцию, просто возьми и сделай уже. Вот я себя на таком поймал. И я такой, тормозим. Забыли про эту рефлексию просто. Садимся раз в месяц, подбиваем какие-то главные итоги. Но вот эта вот ежедневная история, я для себя ее реально поставил на паузу, потому что я понял, что я слишком много вопросов себе начал задавать. Вот как ты относишься ко всей этой истории? Ну, как там? Дисциплину ума-то никто не отменял. Ну, то есть речь же не про то, чтобы стать таким непрерывно самозацикленным персонажем. У этого всего есть определенные фреймы. То есть ты делаешь там, не знаю, слот времени, вот менеджерским языком, да, говорим? Ты выделяешь слот времени, ты думаешь, что у тебя эта рефлексия, она будет по определенному как бы... По определенному регламенту, да. Это очень важно. Есть как бы философии жизни, а есть философии такие ради умствования. Вот стаицизм — философия жизни. И они, ну, опять же, рациональные ребята, видимо, были очень. То есть они не будут вот так вот до бесконечности, да, там. Но они, если решают там подведение итогов дня, вот выделяется там это условно 10 минут, вот 10 минут ты с этим работаешь. Дневник — ну, значит, дневник. Хотя тот же самый дневник у кого-то прекрасно идет, у меня, например, очень тоже тяжело идет. Да, мне вот, вот я рассказывал, да, что мне удобнее вот наблюдать вот эти вот алгоритмы ума. Кто-то это вообще не ловит, но пишет. Знаю массу людей, которые вот выписывают всю дурь из себя. Короче говоря, любую штуку можно довести до абсурда. Абсолютно чем угодно, любой прекраснейшей идеей можно себя заморочить. Вот, и опять мы возвращаемся к вот этой дисциплине ума, да. Вот поймите, что тут уже перебор. Здравомыслие. Да, здравомыслие, да. Просто вот, ну, не надо. Потому что, тоже такой, ну, немножко юмористический пример сейчас приведу. У стойков есть такая, значит, как бы практика. Они ее от пифагорейцев вроде бы как подцепили. Идея в том, чтобы находить буквально там, не знаю, минуту хотя бы в день на то, чтобы посмотреть на небо. Ну, когда рассказываешь, кажется, что прям настолько просто, что аж делать не хочется. Если мы идем к ребятам из когнитивных наук, они нам расшифруют. Они скажут, что вот, не знаю, может быть, ты обращал внимание на следующее. Вот когда ты в стрессе, у тебя зрение меняется. Вот оно таким более туннельным становится. Вот как будто бы по краям расползается. Зрачки такие становятся очень напряженными. Вот этот механизм, он в две стороны работает. Когда мы в стресс впадаем, у нас меняется так зрение. И с другой стороны, если мы расслабляем зрение, у нас снимается вот эта накипь стресса. А самый естественный механизм расслабить глаза, это посмотреть в перспективу. Ну, мы живем в городах, и у нас с перспективой тяжело. Да, у нас наоборот такое все прямоугольное, да, вокруг, что отнюдь не способствует отдыху глаз. Ну, некоторые могут выйти там на берег моря, посмотреть, им везет. Вот. Но у нас всегда небо над головой. И вот эта вот идея про то, что если ты просто поднимаешь глаза вверх и хотя бы чуть-чуть туда смотришь, у тебя расслабится зрение, и снимется вот эта вот штука. Это как витаминка работает. Вот когда рассказываешь, кажется, ну, все понятно. Но я вот пару раз столкнулся с тем, что мне потом народ возвращает такую обратную связь, что теперь, значит, вот кто-то там услышал, и вместо того, чтобы делать, народ в небо пялится. Поэтому вот как-то, знаешь, ТЗ, видимо, надо точнее ставить. У всего есть понятные как бы рамки применения. Все что угодно можно вывернуть вот в этих ползунках настолько, что оно превратится в противоположность. Но опять же, как бы здравый смысл. Да, здесь, мне кажется, все равно любая идея, любая философия, любое учение, вообще любая информация, она будет для тебя работать только когда ты ее пропустишь через себя, поэкспериментируешь, подберешь как бы правильную подходящую комбинацию, и вот тогда она будет применима. Потому что если мы берем любое сырое просто знание, просто как сухую теорию, начинаем как бы на себя ее применять, то очевидно, что это такое просто, знаешь, немножечко абсурд. И как раз, мне кажется, очень важный навык, это потребляя любой контент, потребляя любую информацию, воспринимать его не за чистую монету, которую я взял и начал делать, а ты попробуй, в каком-то виде, возможно, попробуй, да, как-то на себя это наложи, и почувствуй, что ты чувствуешь, приносит ли тебе это какие-то результаты, стала ли твоя жизнь лучше или хуже и так далее, да, и как бы вот таким экспериментальным путем ты находишь какой-то вот здесь баланс, как раз здравомыслящий, мне кажется, вот такая история. Что в конечном итоге у тебя, ну, я это называю, сложится некая экосистема практик. Ну да, да, да. Своя абсолютно, потому что у тебя что-то будет конкретно у тебя работать, вот в этих жизненных ситуациях, потом может поменяться. И здесь вот этим, наверное, отчасти отличается подход, скажем, там, от каких-то восточных систем, да, которые требуют тотального включения. Здесь как бы это штука, которая у тебя фоном. Вот нет такого, знаешь, вот как там пойду на коврик учиться сосредотачиваться. Вот у тебя жизнь практика. У тебя есть, конечно, формальные упражнения, где ты как бы тренируешься, да, но основной твой полигон – это жизнь. И весь твой стаицизм проявляется в тот момент, когда ты узнаешь, что у тебя бухгалтер не заплатил налоги на последние полгода. Вот-вот. Не дышащий дракон. Вот-вот, где стаицизм включается. Вот поэтому вот это мне тоже кажется важный момент. Ну да, это такое, мне кажется, с бухгалтером хороший момент. А какая вообще… Я читал просто разные трактовки, и везде по-разному пишут, какая главная как бы идея стаицизма, да, где кто-то, например, я видел, там, счастье используют как такое основополагающее, вот, да, точку в стаицизме, а кто-то, наоборот, говорит, что счастье вообще не было заложено, да, как бы в корневую идею. Вот ты как для себя определяешь основную вообще идею стаицизма? Ну, идея и как бы некие там кипяи жизни, это разные, да, истории. Ну, вначале про кипяи, если ты упомянул счастье. Давай. Да, действительно, вот в том, что называется модерн стаицизм, современный стаицизм, ну, правда, в такой очень-очень-очень-очень-очень попсовой версии, там они просто взяли и сказали, что основной критерий счастья. Вот, да, я как раз и обратил внимание. Как бы, ну, я думаю, что это чистый маркетинг, вот, потому что, ну, это понятно звучит, это хорошо продается и все нормально. Изначально все-таки у стойков это, как бы, счастье не самоцель, счастье естественное следствие цели. Вот, почему так? Потому что счастье само по себе не создает новые смыслы. Ну, куда я вдумаюсь, подожди. Счастье само по себе не создает новые смыслы. Хорошо. Счастье, ну, вот мне нравится тоже выражение, есть такое, что счастье – это пирожки, которые печет наш мозг. Вот. На самом деле счастливый человек – это не… Вот максимально счастливый человек – это, как правило, человек не сильно деятельный. Потому что он живет в неком кайфе. Вот. Но это счастье такое, как бы, счастье, ну, практически животного, да, такого качества. Вот оно, к нему много вопросов, вот, хотя оно очень привлекательное. И мне кажется, что вот как раз на вот этот путь много кто сейчас и стремится уйти. Такое, все будут чилить. Да. По стойкам вот этой кипяи жизни – это то, что у них называется словом «арите». перевели на русский язык как «добродетель», но когда говоришь слово «добродетель», сразу возникает вот эта коннотация «добро-зло», «твори добро» и так далее. На самом деле «арите»… Это благотворительные ассоциации какие-то возникают в голове. Куда-то вот туда. Да, да. Вот, на самом деле «арите» скорее «добротность». И «арите» человека – это быть разумным. Поэтому они считают, что основное – это как бы максимальная реализация разума в мире. Реализация? Угу. Вот. И это как следствие приводит тебя к счастью. Да, да. Потому что счастье – это правильно настроенная модель мира. Угу. Вот смотри. Вот мы говорили, да, про вот эту модельку-то от восприятия к действию. Ты будешь счастлив, если у тебя адекватная картина мира. Если ты не путаешь, например, в моей власти и не в моей власти. Если ты, правда, честно с собой там раскладываешь какие-то приоритеты, ты знаешь свои ценности, если ты вот это все… Тогда твоя модель мира соответствует реальности, и как бы твоя, собственно, нервная система или там другая, какая-то революционная система, она тебя наградит дофамином, то есть наградит счастьем. Угу. Но для… Но нельзя сразу в счастье, да, нужно… Потому что счастье – последствия вот этого всей штуки. У меня вот к слову про то, что ты сказал, да, стремление вот такого чила к кайфу и так далее. Мне недавно понравилось, мне вылез какой-то на ютубе видос, где очень хорошая мысль от, по-моему, боец UFC какой-то, который там выиграл какой-то титул. Я не очень хорошо разбираюсь, не буду, как бы, говорить, но не суть. И он, как бы, взял микрофон, и он там одну такую идею классную сказал, что… Он говорит, вот я шел к этому всю жизнь, это была моя главная там цель и вообще и так далее. Он говорит, вы не представляете, типа, то счастье, которое я сейчас испытываю, та эйфория, которая вот у меня сейчас есть, как бы, на душе – это вообще максимально возможное счастье, но оно достижимо и возможно только в том случае, если у тебя по жизни есть какая-то большая идея, большая цель, к которой ты очень долго идешь, и вот, как бы, ее достижение, оно тебе создает в конце такой взрыв, да, ядерный вот этот вот. И такой интересный момент, потому что, по сути, это такое, знаешь, такое определенное целеполагание, и твоя картина мира в моменте времени, когда ты живешь и так далее, она может быть там в какой-то мере там не совсем адекватной, не совсем реальной, но вот этот вот финал, да, достижения чего-то, он приносит тебе очень большое счастье, и вот мне кажется, что вот это счастье, оно как будто бы гораздо более важно, гораздо более сильное, когда ты стремишься к чему-то, не когда ты просто получаешь удовольствие от какого-то вот такого мимолетного кайфа, а когда у тебя есть какая-то вот очень большая идея, и ты через терни к звездам, через сопротивление, через проблемы, через еще что-то долго-долго-долго идешь, чем дольше, знаешь, идешь, тем больше ты на выходе получаешь счастья, причем, более того, вот кстати, не знаю, здесь такой спорный момент, если вот это вот какая-то большая цель была, такая долгоиграющая идея, то как будто бы ощущение от нее и вот это счастье, оно может сохраняться надолго, да, не так, что ты пошел купил айфон, и ты счастлив, да, там покопил на него там два месяца условно, а когда это такая цель жизни какая-то, то потом как будто ты на этом счастье, на этой энергии можешь очень долго ехать. Когда хотел стать чемпионом мира, я не знаю, Формулы-1, и стал, вот как будто бы этой энергии, этого счастья может быть достаточно для того, чтобы ты еще много-много лет вперед двигаешь. Ну ты говоришь про некие пиковые переживания. Ну да. Да, здесь речь скорее в том, что я говорил, скорее про такой базовый фон, да, и здесь надо, мне кажется, провести такое отличие между радостью и удовольствием. Давай. Да, вот стойки говорят о том, что базовое состояние мудреца – это радость. Правда, тихое, спокойное, не эйфорическое, да, просто такое созерцание красоты происходящего, непрерывное. Вот то, что обычно понимается под вот этим чилить, да, это все-таки больше про удовольствие. Есть такой смешной критерий, что любое удовольствие можно купить за деньги. А вот радость купить за деньги напрямую нельзя. Хороший, кстати, смысл, да. Вот. Так и есть. Да. Вот стойки про радость, а вот как бы чрезмерное стремление к, ну, такому вот просто кайфованию, ну, по стоицизму – это страсть. Страсть, соответственно, не очень хорошо. Вот они скорее будут эту штуку дисциплинировать. Почему? Потому что, опять же, страсти, или, говоря современным языком, аффекты – это то, что вышибает нас из адекватности. Удар радости сильнее удара горя. Вот здесь как раз об этом, то, что есть такая, ну, это не теория, а там это вроде как-то даже доказано, что чем вот больше у тебя радости, условно, тем больше у тебя потом будет эмоциональная просадка, и вот эта вот волновая, как бы, да, она расширяется. Чем больше у тебя колебания, тем сложнее, тем более твердым должен быть внутренний стержень, чтобы их выдерживать. Вот стоицизм, он за что голосует? За то, чтобы эти значения пиковые, снизу и сверху были как можно сильнее, или наоборот, чтобы они были как можно более вот уравновешенными, скажем так, или нету какой-то трактовки этого? Ну, мне кажется, скорее уравновешенными. А тебе не кажется, что вот эта вот уравновешенность, определенное, и спокойствие, как будто оно в какой-то мере убивает, что ли, вот это вот естество жизни какой-то, вот это вот, знаешь, жизнь, вот как-то. И знаешь, я часто встречаю людей, которые вот, вроде бы они суперсчастливы внутри, ты видишь по ним, он блаженный даже слегка, да, такие спокойные, но как будто бы они вот не знают, что вот этот вот, вот этот сок переживаний как раз, да, негативных или позитивных и так далее, как будто они не ощущают этого, и как будто бы они поэтому не до конца живут. Это, возможно, моя иллюзия, но вот у меня такое ощущение иногда создается. Мне кажется, что просто вот эти пиковые состояния, они у нас лучше запоминаются, вот эти вот выбросы, и, соответственно, они сильно мотивируют. Правда, я еще не встречал ни одного человека, который хотел бы испытать пиковое горе, например, да, вот мы как-то почему-то вот хотим пиковое, но, пожалуйста, только вот это. А оно обычно пакетом поставляется, да. Комплекс из двух программ, да? Ну, так же, как вот там, не знаю, ты там стал руководителем, да, тебе вместе с бонусами, статусом и всему прочим, прилетела там еще ответственность. В общем, пакетная поставка. Вот. Ну, вот если говорить про такое чисто, как мне кажется, стоический взгляд, нет, они скажут, что вот все вот эти пиковые истории, вот, это все лучше срезать. Потому что это, ну, это выводит тебя из адеквата. Да, у тебя будет там несколько секунд состояние абсолютной затопленности гормональной системы всякими разными веществами. Может быть, может быть, я сейчас не абсолютизирую, да, может быть, жизнь стоит одного такого, да, там. Пикового момента. Пикового момента, да, и вот как бы все. Но с другой стороны, если у тебя другие цели, например, там, не знаю, цель что-то сделать, да, цель, там, какой-нибудь проект развить, но тебе нужна длинная воля. Угу, 100%. Да, вот стоицизм, вот он про длинную волю. Потому что, ну, на самом деле, получить быстрый кайф, ну, много способов, без всякого стоицизма, да, вот. А вот ты попробуй, как бы, там, не знаю, изо дня в день, да, что-нибудь. Вот предприниматели. Ведь это же правда супертренинг. Вот я, там, слушаю, там, опять же, твоих гостей, со своими, там, многими знакомыми, ребятами общаюсь. Там ведь каждый день что-нибудь прилетает. Угу. Вот раньше, мне кажется, люди изобретали всякие разные, знаешь, там, религиозные инициации, там, отправим, как у спартанцев, да, там, отправим куда-нибудь, пускай выживает. Вот современная форма инициации называется бизнес. Вот идеальная прокачка. Поэтому, мне кажется, что пиковые переживания нет, но они, кроме всего, там, психику выматывают и так далее. Но при этом, вот при этом важный момент, стойки, как бы, они не будут, скорее всего, бояться этих состояний тоже. А, ну, потому что мы примем, проживем. Да. Факт. Факт будет, значит, мы его проживем. Да, да. И здесь тоже, может быть, важная ремарка, что стойки ни в коем случае не против эмоций, а не против вот именно аффектов. Вот когда, ну, тоже такой... Когда тебя выбивает из клеи так, что ты не можешь с этим справиться, да? Да, вот когда шел по улице и услышал, что кто-то орет, обернулся, оказалось, я ору. Да. Вот, поэтому вот когда они там говорят, Марк Аврелия, да, очень красивая метафора внутренней цитадели. Вот внутренняя цитадель – это как раз вот этот вот стержень, да, некая, ну, вот у меня по камере так ощущается, некое вот очень глубокое такое внутреннее пространство, в которое вообще ничего не проникает. Вот там, знаешь, вот как под водой. Вот там всегда тихо, спокойно, и вот прям там вот... Вот такое пространство, которое выращено внутри тебя, и которое ничто не может затронуть. Недавно видел в инстаграме видос, подтверждающий, что все американцы стойки. Там такое видео, ты сейчас поймешь, в начале шутка. Значит, там Нью-Йорк идет, парень с девушкой, и она ему говорит, хочешь, я покажу тебе, кто здесь из Нью-Йорка, а кто не из Нью-Йорка. Он говорит, давай. Она как заорет на всю улицу. Она говорит, видишь, кто повернулся, те не из Нью-Йорка. Даже привыкли ко всяким этим сумасшедшим городским. Чисто, знаешь, не нарушает их внутренний... Нет внутреннего какого-то дисбаланса в этот момент. Поэтому, ну, вот некое... Оно вот про вот это. А что про волю стоицизм говорит? Потому что вот воля, это тоже такое, знаешь, относительно, в общем, мы, опять же, с Дубыниным обсуждали тему воли вообще, да, насколько она вообще есть, и насколько человек, у него в действительности есть какой-то вот этот дух принимать решения вопреки, да, сложностям и так далее. Я здесь, наверное, больше склоняюсь к тому, чтобы, что, ну, воли нету. И мое такое ощущение, что воля — это набор определенных привычек, ориентиров, целей и ценностей. То бишь, если ты понимаешь, к чему ты хочешь прийти, если тебя это искренне внутренне зажигает, то ты можешь создать себе определенные условия, в которые помогут тебе этого достигнуть, да. И, условно, если тебе нужно что-то делать каждый день, ты можешь возвести это в такую определенную привычку, что тебе проще это делать, чем не делать. Знаешь, вот у меня есть там определенные вещи, которые мне проще действительно сделать, чем не делать, даже если не надо, потому что это на уровне автоматизма. И вот, казалось бы, это воля, что кто-то скажет обалдеть, типа, как это вообще возможно? А для меня это такая определенная внутренняя установка, которая перешла в привычку, и, как бы, воль нет, да, есть прекрасные примеры про то, что если вам хочется в туалет, попробуйте, как бы, попробуйте не сходить, силой воли говорить о себе, да, то есть вы по-любому поверьте. Что с циицизм про волю говорит? Ну вот такого, что прямо концепта воли, я, честно, тоже там не встречал. Мне кажется, что они будут скорее, да, вот про что-то говорить, про некое сочетание, ну, ответственности, дисциплины, системы ценностей. То есть ты решаешь, например, там, не знаю, я, вот, у нас есть в 100x strategy, в телеграм-канале, мы такую придумали штуковину, мы ее примерно раз в месяц проводим. Называется «Сутки без жалоб». Да, я слышал, классная штука. Во. Я действительно поэкспериментировал, это сложно. Это сложно, да. Это сложно. Вот, ты, как бы, забиваешься, что вот в следующие сутки я не ною. Да, ни по какому поводу. Ни по какому поводу. Типа стул неудобный, там, еще что-то. Да, ни внутри, ни снаружи не ною, потому что не ныть, как бы, вслух-то просто, а вот, как бы, перестать вот это вот гнусалым голоском, там, его, это так холодно, теперь жарко, теперь солнце, теперь, вот. Вот эта вот штука. Ну, воля это или не воля, не знаю. Мне кажется, это скорее вот ты, как бы, решил и, как бы, держишь, держишь обязательства, держишь слово. Наверное, можно это через концепт воли описать. Ну, вообще, воля – это такое понятие очень-очень своеобразное. Ну, да, кстати, воля, по сути, это же проявление воли, это же как раз тоже такие пиковые эмоциональные значения, да, потому что, когда ты через «не могу» что-то делаешь, заставляешь, у тебя, может быть, вот очень такое вверх-вниз качели, да, вначале тебе очень сложно, ты через страдания, и тебе тяжело, потом, наоборот, ты сделал, бум, такой, знаешь, эйфорийный немножко, то есть противоречия немножко стоицизма, знаешь. Наверное, к этому близко. Вот одна из их ценностей мужества, которая называется, которая, на всякий случай, да, не имеет никакого гендерного окраса, это вот скорее, ну, вот в таком шуточном определении, да, мужество – это способность делать то, что делать не хочется. Вот. Так же, как умеренность – это способность не делать то, что делать хочется. Вот. Ну, это как бы, когда просят там как-нибудь, там, коротко расскажи, хотя про каждые эти качества, он Райан Холлидой книжку написал. Вот. Поэтому воля, воля вообще странная, на самом деле. Понятие, оно же многогранное, в русском языке воля – это еще и свобода. Да, вот пойти, отпустить себя на волю. Ну, да, кстати. Вот. Вообще непонятно, что значит, по сути, ну, то есть, как трактовать, да? Да. И кажется, что вообще прямо противоположно по значению, да. Например, буквально вчера обсуждаем в китайской традиции, считают, что у человека вообще нет воли, а воля как бы приходит к нему снаружи. Вот, как некий вот этот вот подпосыл. Ну, там дальше разные метафоры. Небо, бессознательного, чего-то, что как бы импульс некий идущий там. Поэтому про волю, волю, в статизме нет. Нет такого, как бы концепта нет. Ну, я думаю, что он просто излишний. А вот еще ты говорил, что, ну, ты вообще про себя говорил, да, что твоя, наверное, там, главная такая, одна из главных идей вообще жизни, это постоянно пребывать вот в заинтересованности, да, в желании там развиваться, изучать, познавать и так далее. И вот мне вот такой вот очень тонкий момент относительно стаицизма, опять же, да, и вот этой такой связки. Вот, а что если не хочется? Вот ты человек, и вот, ну, нету, ты не чувствуешь внутри желания познавать новое, что-то делать, как-то вот двигаться, развиваться и так далее. То что стаицизм в этот момент говорит? Потому что он же, вот как ты сказал, я точно не понимаю, максимальное использование своего разума, да, вот, а это такая противоречащая штука. Но ты вот сидишь и понимаешь, ну, нет, ну, вот не могу, не хочу. Вот мне неинтересно это вообще все. Не делай. Не делай? Нет, ну, как, если, если надо сделать, ну, вот надо сделать, да, например, по проекту надо, внутри там личных отношений надо сделать, но при этом неохота, да, то неохота отменяем, идем и делаем. Вообще, ну, я тоже так иногда шучу, что для стойка должен, надо, хочу и могу, это все синонимы. И вот эта вот коучинговая история, можешь ли ты заменить хочу на надо, там, если... Не могу. Да, вот, да, то вот как бы, нет, это все синонимы. Вот. Если какая-то другая ситуация, да, там, ну, ты понимаешь, что это тебя ломает, то разбирайся, да, там, почему ломает, да, насколько это надо, насколько это рационально делать. Может быть, надо с собой разбираться, может быть, с ситуацией надо там что-то менять. Кстати, вот сейчас, когда, извините, чуть-чуть отмотаю назад, про волю-то, мне кажется, что с Дубыниным, скорее всего, была тема свободы воли. Свободу воли мы говорили, да, про свободу воли. Да, да, это еще одна история, это еще одно, вот, как бы, третье... Трактование воли, да, вообще. Да, то есть воля, как некая там... Силовая, как это, структура. Силовая характеристика, да, воля, как вообще полная свобода, вот, вот, пустить на волю, да, там, вольница, там, и все прочее. А вот еще есть свобода воли, да, вот есть ли она у человека, это вот прям большой вопрос. Ну, да, потому что там ты вроде как... Что такое свобода воли? Это безотносительно кого и чего-либо возможность принимать решение, как будто бы это, ну, невозможно вообще, да, то есть это как будто такая очень... Ну, ты знаешь, как... Потому что есть же такая вот история, что когда, знаешь, в психиатрии, по-моему, да, что ты здоров, когда там твои желания и твои действия, они не мешают жить другим людям. Ну, какая-то такая формировка. А вот здесь вот свобода воли, она как раз погранична, да, что если ты полностью свободовольничаешь, то это может нарушать границы спокойствия, там, и жизни других людей. То есть ты такой, знаешь, как-то... А это мы с тобой сейчас на тонкий лед вступили. Да-да-да. Вот, потому что... Комментарии хоть насыпят. Потому что вот эта тема свободы воли, рядом с ней там свобода выбора, из вот как раз вариантов вот этих трактовок, потому что здесь же рядом, соответственно, тема судьбы. Тема, в принципе, как бы предначертанности. Вот это сейчас я тебе, ты прям завел меня туда, куда я, может быть, даже забыл уже, что я хотел пойти, но мне это очень интересно. Да, потому что я давай тогда сразу такой конкретизирую вопрос, потому что я тебя слышал, ну и как бы что в стоицизме вот эта история про то, что мы не обращаем внимания на то, на что мы не можем повлиять, на то, что условно предначертано, да? Есть как бы... Ну, поправишь меня сейчас. Есть как бы другая, опять же, идея, что мы творцы своей жизни, мы творцы своей судьбы. Вот давай об этом поговорим, потому что это такой тоже очень интересный момент. Всегда немножко, так скажем, с трепетом к этой теме, потому что тут очень важен подбор слов, и очень важно, чтобы мы сейчас все понятия согласовали. Ну, давай. Вообще, вообще говоря, ну, по стойкам мы точно не тотальные авторы своей жизни. Но, опять же, иногда шучу, может быть, хотя бы с авторы, да, потому что на очень-очень большое количество факторов мы реально повлиять не можем. Опять же, вот, там, последние два года нам ярко много чего продемонстрировали, да, из нашего там окружения. Да и всегда, собственно, так было, да, там мы не выбирали, где мы родились, мы не выбирали отчасти хотя бы генетику, много чего не выбирали, много что зашло как данность. Вот если там совсем глубоко копнуть, то там получается так, что базовая такая мировоззренческая установка стойков состоит в том, что мир устроен абсолютно правильно. вот все, что происходит, так и должно быть. С этим очень трудно чисто по-человечески согласиться, потому что нам много чего не нравится. Ну да. Да? Вот из нашего прям с тобой, да, примера, там, хотели в один день, вмешались определенные обстоятельства, как бы вот перенесли на другой день, встретились. Вот стойки скажут, что раз так произошло, значит, так и должно было быть. Ну, я, кстати, так же. В таких ситуациях я как раз отношусь так же, я всегда говорю, ну, к лучшему, значит, что-то сейчас сложится еще лучше, чем должно было сложиться. Да. У меня здесь такое философское. Да, да. То есть вот пазл все равно сложится, да, так, как он должен сложиться. Что-то еще могло вмешаться, там, не знаю, доехало, не доехало, заболели, перенесли, выключили. И вот если предположить, что вот этот как бы пазл в глобальном мировом масштабе действительно идеален, то это и формирует вот эту самую основную стоическую цитадель внутреннюю. Почему мудрец-то всегда счастлив? Потому что он видит, как классно все устроено. То есть он понимает, обалденный спектакль. В любом случае обалденный. Вот чего бы, там причем, ну, если почитать, ребята, там какой-то, значит, дядька, у него там что-то сгорело, унесли, украли, кого-то там что-то... Вот это серия. То есть как бы кино вообще. Да, да. Вот. То есть мы как... Сценарист молодец, да. То есть вот... Да, вот сценарист, в этой метафоре это как раз логос условный. На всякий случай это не то же самое, что там крестьянский бог и так далее. Вот. И вот стоик, он почему как бы в идеале это всегда спокойно, потому что он счастлив от сопричастности вот этой красоте бытия. Такой воно как... Вот это серия, да. Вот. Вот еще раз. Вот мне кажется, что если у кого-то получится или получается переключиться вот именно в эту позицию восприятия, вот это мудрец. Вот все. Вот по вертикальному развитию там алхимик. А вот как бы на нашем таком более обладательском поприще, мне кажется, что вот наша... Вот это вот... Вот мы с тобой говорили, да, вот в этой модели, там выбор из вариантов. Вот мне кажется, что вот эти вот варианты предопределены. А вот какой из них ты выберешь, это вот в этом твоя свобода воли. То есть как бы вот в этом вот потоке жизни закреплены вот эти реперные точки, через которые ты все равно пройдешь. Все, что ты можешь поменять, не имеет значения. Ну, это пугающая фраза. Все, что ты можешь поменять, не имеет значения с точки зрения мира, но имеет значение для тебя. Угу. Здесь, знаешь, мне вот как раз, мы с тобой еще до начала затронули этот пример, который ты приводил, да, что если взять руку и ты, или ногу, и ты на ней маленькая частичка ногтя, да, вот этой вот целой системы, да, рука это рука человека, да, то есть, ну, условно, то с одной стороны ты не имеешь никакого значения, с другой стороны, если там эта частичка начнет гнить, то это может там привести к гангрению, да, и убить всю систему. И здесь тоже вот такой интересный момент. Смотри, с одной стороны мы такая независимая частичка, с другой стороны мы часть всего целого. и по сути, то есть, мы с одной стороны можем влиять на это все целое, это раз, а во-вторых, использовать ресурс всего этого целого. Да. И тут, по сути, получается, что мы как частичка этого целого и есть все это целое, как, да, из философии Вадима Демчога, да, и то есть, и мы как раз и определяем, то есть, мы как раз и являемся людьми, которые определяют то, что будет происходить, вот этими частичками, так как мы с одной стороны частное, с другой стороны целое, с одной стороны целое, с другой стороны частное, мы части вот этой всей глобальной паутины, этой той самой матрицы, и то, какие действия мы делаем, то, какие решения мы определяем, мы, по сути, управляем всей этой картинкой. Но мы, как минимум, как бы такие со-игроки, да, потому что вот мы ведь, у нас ведь в чем штука-то, да, мы никогда не знаем последствий никакого из наших действий. По крайней мере, долгосрочные последствия. Да, вот мы с тобой сейчас разговариваем, мы по большому счету, вот там, не знаю, выйдет этот выпуск, да, ведь он может очень-очень разные процессы какие-то запустить, да, у нас с тобой, у наших слушателей, еще что-то, мы не знаем вот эти последствия, да, но мы вот какой-то... Становимся причиной импульса чего-то. Чего-то, да, да. Так же, как вот это наш, вот этот наш с тобой встреча, разговор, он тоже следствие, да, каких-то там предыдущих вот этих историй. И вот стойк, он восхищается вот этим замесом. Потому что вот... Нравится эта идея, кстати, реально, да. Да, вот потому что, как бы, ну, иногда же, ну, просто вот, там, не знаю, диву даешься, да, как... Причем иногда... Ну, вот я не буду обманывать, у меня проблесками бывает, что ты, как бы, вот видишь этот, ну, не эзотерически как-то видишь этот замес, а иногда он просто как-то гуще, что ли, становится. Вот мы там не так давно, но в Индии были, и вот у меня супруга, и у меня там была полная щитка, две недели магии. Финалом этой всей магии было то, что мы едем в аэропорт, и я говорю, слушай, Юль, все было, только слона не видели. Ну, уж ради шутки. Через секунду мы проезжаем, огромный такой плакат со своном. Юль улыбается, говорит, надо ТЗ, ТЗ поточнее было стать, ты же не сказал живого. Вот. И вот, мне кажется, вот это вот, вот еще одна из, например, для меня таких очаровательных, очаровывающих грани стаицизма в том, что он вот как бы побуждает тебя видеть вот эту красоту. Потому что, ну, правда, блин, такое творится, да? Вот. Нам, может, очень-очень много не нравится. И про нас самих, и в моменте, и в целом мы там можем с кучей всего не соглашаться. Но вот это ведь как-то увязано. Я вот иногда предлагаю людям такой эксперимент сделать. Говорю, вот, там, говорю, слушай, вот давайте делаем так. Вот ты сейчас готов взять на себя абсолютно полную ответственность за абсолютно все свои решения и последствия всех своих решений в жизни. Вот все. Вот сейчас, вот с этого момента на тебя ничего не влияет. Ты вот как этот самый, герой Джима Керри, который что-то там про бога-то у него был. Бог. Брюс Всемогущий. Да все, ты бог. Вот все. Согласен? Ну, такой спорный момент, потому что я как раз делая действия, создавая вот эти импульсы, про которые ты говоришь, я рассчитываю на какую-то магию, на то, что что-то случится со мной, знаешь? То есть такое немножко, что я, как бы, я тот человек, который создает вот импульс волну запускает, но вот эти последствия, они должны накатить, как бы, ну, встречно, понимаешь? То есть у меня вот такое ожидание. И если я, как бы, все предопределяю, все управляю, то это как-то, ну, своеобразно как-то становится. То есть как будто бы, во-первых, ничего не произойдет, такое вот ощущение внутреннее, знаешь, потому что ты думаешь, то есть для меня всегда любой вот этот вот результат, в чем бы то ни было, это какой-то всплеск, да, вот эта химия, столкновение одного и другого, и оно происходит магическим образом всегда. И если сказать то, что я, как бы, полностью создатель всего этого, это теряет как будто бы шарм какой-то, и как будто все эти возможности испаряются, наш интерес пропадает. Нам, ну, по камере, обычно хочется, да, что ты как будто бросил вот в этот океан там, да, какую-то там частичку, а она там сама как-то там что-то перемутилось, что-то там произошло, тут надо чего-то, но вот я еще не видел ни одного человека, которому бы сказать, слушай, ты готов за мироздание отвечать? Не, ну, знаю я парочку. Ну, парочка, да, парочка, может быть, есть, да, это вообще дивные люди. Более того, они считают, что они ответственны за этот процесс. Поэтому здесь вот, здесь интересный момент, и вот тоже, да, это же определенная мировоззренческая позиция, потому что ты, с одной стороны, можешь, например, считать, что, ну, не знаю, мы живем в аду, это будет один человек, а другой говорит, мы же мы соучастники вот этого вселенского замеса, который красив. Да, мы тут как бы вот, все по отдельности, может быть, далеко не главные фигуры, но фигуры, мы влияем, мы вот какую-то роль выполняем. В чем ее смысл, мы не знаем. Я вот глубоко убежден в том, что все смыслы мы сами придумываем себе. Потому что в чем глобальное вот это там предназначение, например, человека, ну, как бы много вопросов. Ну, да. Здесь такая же примерно картина. По поводу вот еще немножко в ту же степь, что мне кажется, ну, вот я для себя, как вот с точки зрения, как раз, да, творца, вот я понимаю, что мне хочется, я для себя так определяю там какие-то свои личные амбиции и цели, что мне хочется создавать больше вот этих импульсов и масштаб этих импульсов, чтобы тоже рос, потому что это за собой как следствие запускает какую-то череду, какую-то цепочку, да, из которой уже вот что-то появляется в этом мире, что-то произрастает. И вот это, мне кажется, и есть такой интерес. И, кстати, про вот то, что кто-то видит мир этот как ад, кто-то как рай, да, условно, по-разному, это вот эта вот реальность определяется тем, как нашим мировоззрением, как ты сказал. У Зеланда прекрасно об этом написано, да, его вот эти вот концепции про зеркала, да, про то, что мир тебе зеркалит, то, что ты ему отдаешь, и мир тебе подкидывает те маятники, которые ты сам раскачиваешь. Вот это вот такие. А есть еще вот такая интересная мысль. Представь себе, что ты мог бы наложить абсолютно жесткое ограничение на то, что ты не можешь никому никогда вредить. Не можешь никому никогда вредить, так. Все, это полностью останавливает жизнь на планете. Ну, давай-ка попробуем поразмышлять. То есть, человек, не может быть сделано ничего, что не навредило бы хоть как-то, хоть кому-нибудь. Ну, да, я уже сейчас раздвинулся, думаю, ну, вот смотри, я встал, заказываю такси, так, ну, значит, кто-то другой будет дольше ждать машину, Ну, просто там пару кого-нибудь раздавили по дороге, в смысле, как-нибудь жучков. Жучков, да. Да, там еще кто-нибудь куда-нибудь уехал, когда, вот абсолютный стопор, как ни странно, на активность, это вот могло бы быть ограничение, никакого вреда никому. Мне кажется, мир и прекрасен в этом своем многообразии и сбалансирован этим самым. Вот, мне кажется, здесь такая важная штука. Вот, и вот эта вот идея про вот этот некий настрой стоический, да, мне кажется, вот она будет ключевой вот в этой вот как бы новой волне стоицизма, потому что к нему сейчас, ну, большой интерес и в долине интерес, и, ну, вот я наблюдаю очень большой интерес, потому что сам по себе контент, он, ну, он все менее становится ценным, потому что, ну, вот как я понимаю, ты пообщался с Луцилием. С кем-с кем? С Луцилием. А, На всякий случай, да. Мы, мы создали на основе чат-GPT интеллектуального агента, обучили его стоицизму. Луцилий, приветствую тебя. Он в свободном доступе выложен, но, слушай, я смотрю, как он отвечает, да, он косячит, он там иногда перевирает цитаты, ну, в общем, он такой, но, но качество генерации ответов, оно, слушай, оно, и там, не знаю, если он генерирует, например, я ему как-то попросил, сгенерируй следующую главу в трактате. Он ведь написал. Да, да, Вот, и я, честно говоря, не уверен, что кто-то отличит. Вот, и вот это, и вот именно вот эти моменты, связанные вот с искусственным интеллектом, со всем прочим, мне кажется, еще больше сейчас зададут вот ценность вот этого некого настроя, вот, в принципе, посыла к жизненности, вот к некой собранности, вот к этому всему. А мне знаешь, что еще интересна? Такая тема относительно стоицизма, так я человек семейный, мне интересно, что стоицизм говорит про семейные взаимоотношения, да, про то, зачем вообще люди встречаются друг с другом, строят семьи, любят друг друга, и вот, вот, какая идея здесь заложена? Или это просто естественный процесс, как бы? Это просто естественный процесс, ну, у стойков есть такое понятие в современной интерпретации ролей, да, вот у тебя в какой-то момент возникает роль там мужа, жены, сына, дочери, внука, там кого угодно, все, если эта роль пришла в твою жизнь, будь добр исполнять. Вот такое. Ну, а дальше там, условно, на тему взаимодействия там включаются как раз те же самые моменты здравого смысла, вот этой паузы, этики, этики, там, надежности, ну, и так далее. Потому что, ну, вот, чем не, опять же, я уже много сегодня перечислил, чем еще очень нравится стоицизм, тем, что он очень хорошо фильтрует людей. Вот если ты про кого-то узнаешь, что-то человек интересуется стойками, все, с ним можно иметь дело. Ну, если он давно интересуется, потому что, если только начал, потому что там могут быть перекосы в одну и сторону. Но все равно, но все равно он, ну, могут быть, да, но все равно это вот куда-то вот в такое. Поэтому к семье абсолютно адекватные отношения, все нормально, семья, любовь, ну, там, и так далее. А если мы вернемся, опять же, к теме смерти, не как, как напоминание о том, чтобы сегодня отдавать себе отчет, действовать, наслаждаться жизнью, и так далее, а вообще, вот, к финальной точке, как, как к самому уходу человека относится, опять же, стоицизм, и к тому, что жизнь, она кончается в какой-то момент. Естественный процесс. Тоже, да, то есть это, это такая, знаешь, то есть это, нету вот идей там какого-то, да, вот, из эзотерических культур, из духовных, вот, это вообще, как бы все немножко за грани остается, потому что это нерационально, да, определенно. Есть тоическая модель души, и она очень сильно отличается от, там, что от восточного концепта, где там, там, душа перерождается, и так далее, что, например, условно от христианского, да, что там есть посмертный, там, от рай, и прочее, что от любых других, стоическое понятие души очень близко, на самом деле, посмотреть к тому, как устроена наша система регуляции. По стоикам, не, все, умер, все, на этом все закончилось. Я понял. То есть, финал очень очевиден и понятен. Да, у них есть как бы, ну, как там, ты живешь в памяти потомков, ну, я понял, ты такой больше, в наследии, там, и так далее. Есть там какие-то такие, немножко туманные, честно скажу, представления у них о том, что происходит с душой мудреца, потому что мудрец есть такой, как бы, статус, финал стоической практики в идеале, да, это трансформация в мудреца, что вроде бы, как душа мудреца живет еще какое-то время. Вот, но вот это абсолютно такая, все потеряли, короче, про это. Где она, что она, в каком она там виде, но базовая концепция такая, нет, все, вот, все, как бы, дальше мы не рассматриваем. А давай, мы, мы, мы с тобой, знаешь, с наших дней, к началу, протянемся. Когда вообще появилась вся эта концепция, когда вся эта идея появилась, кто считается родоначальником, так сказать? Родоначальник Зенон, Зенон Китийский, ну, грубо, там, 2000 лет до нашей эры, Афины, человек, который был предпринимателем, купцом, у него погиб корабль вместе со всем логистическим набором, вот, он в Афинах встретил вначале там представителя одной школы, но в итоге вот родилась стоическая школа. Дальше в ней были некие этапы, была вот ранняя стоя, которая еще была греческая, потом была средняя, и мы больше всего знаем про позднюю стою, римская уже, где, соответственно, три имени, Марка Аврелия, Сенека и Пиктет. Это, видишь, как я тебя, то, что вначале спросил, да, что у тебя была переломной точкой для изучения, видишь, у него была переломная точка, которая привела, так сказать, к созданию концепции. Кстати, я вот еще вспомнил, я изучал, и там такая интересная, интересная прослочка была, что во времена Сократа, да, и он как бы был человеком, который нес какие-то идеи, да, и у стойков есть такая тема, что вот эти твои идеи, они там тверже и важнее всего, и быть там не то чтобы правым, а там честным, там и так далее, это вот очень важно. И там была такая история, я настолько не образован в исторических моментах, но я тебе на пальцах объясню, что ему, его там судили, да, за его идеи, его приговорили к смертной казни, но он все равно как бы не отрекался от своих идей, то есть тут же вот должен был сыграть здравый смысл, да, как бы стоический, что ты, дружище, ну тебя сейчас как бы повесят, ты давай, ты отступи лучше, пускай они останутся правыми, но ты останешься зато в здравом уме и совести, а он наоборот, вот здесь нету противоречия стоического? Нету. Ну, во-первых, Сократ не стоик. Ну, нет, он какие-то идеи стоические, я так понимаю, продвигал. Вот, он там, да, он сам причем выпил яд цикуты, соответственно, такая форма казни была. Нет, нет противоречия. Первое соображение на эту тему, ну, он предал бы всю свою систему, вот, если бы пошел на такого рода сделку. Все, это уничтожило бы школу. Ну, потому что, если там основатель школы всю свою жизнь рассказывал про то, что твои внутренние ценности это самое важное, и все остальное не имеет значения, а потом, как бы... И ставят под сомнение, ты соглашаешься, да? Ну, как бы раз, и ты как бы съехал, все, это уничтожает школу, уничтожает лицо, там, ну, и так далее. А второе, ну, сейчас, может быть, немножко цинично прозвучит, но мне кажется, вот, если бы, может быть, не такая смерть, такой, ну, своеобразный подвиг, да, может быть, мы бы вообще не так ценили Сократа, поэтому, может быть, это был его, наоборот, максимально рациональный ход, да, потому что он его прославил. Вот, я уверен, что большинство людей сейчас поспрашиваем, вообще Сократ про что? Вот это мало кто знает, но как он погиб, знают многие. Имя как минимум точно знаю. Имя как минимум точно знаю, да, вот, поэтому тут, как бы, с такой чисто обвательской точки зрения, ну, да, конечно, ну, можно напридумывать, да, там, а выжил бы, еще бы насосновал школу, еще было бы продолжение, еще бы там чего-то было, но с другой стороны, вот тут, возможно, это как раз очень рациональный шаг. Понял. Финальный вопрос. Вот, ты уже занимаешься довольно много лет этой темой, и, как бы, перекладываешь ее на себя, не только рассказываешь другим, но и перекладываешь на себя, на свою жизнь, до после. Расскажи, что поменялось в твоей жизни, то есть вот конкретно, в чем она стала лучше, в чем она стала хуже, какие ты видишь изменения? Ты знаешь, я, вот для меня стоицизм, это в некотором смысле такой своеобразный тарьянский конь. Причем и в отношении самого себя, вот, и в отношении той среды, в которой я там нахожусь сейчас, и которая там вокруг, там, каких-то моих проектов складывается, потому что мне кажется, что стоицизм, при всем том, что он прекрасен, он еще и очень хороший, как бы, такой катализатор, потому что он заставляет, он не только формирует все то, про что мы с тобой говорили, там, модель мира, какую-то свою систему ценностей, то есть я могу, например, сейчас сказать, да, свои ценности, там, еще что-то, вот это некий внутренний стержень, вот это вот ощущение внутренней, вот это вот пространство покоя, он еще и побуждает тебя задаться вопросами, и мне вот эти вопросы невероятно интересны, особенно в контексте, вот там, искусственного интеллекта, мне кажется, это самый главный философский проект человечества, создать искусственный интеллект, и что тогда, как бы, и чем будет человек, да, после этого, например, если вдруг возникнет разум, который сильнее, чем разум человека, что будет с контентом, если этого контента станет в любом количестве, под любой запрос, и какой-нибудь вот, типа нашего бота, да, будет знать, ну, не только весь тот контент, он еще и потенциально может знать про тебя все, причем снимая данные с гаджетов, которые ты на себе носишь, как, в принципе, вот устроено, вот это, как устроено ментальное пространство человека, вот у меня это запустило очень много исследований, очень много контактов, причем, как вот в предпринимательской среде, потому что, еще раз скажу, что это такой своеобразный пароль, такой, сенок узнаешь, знаю, все, можно с тобой иметь дело, так и в среде научной, потому что, я сейчас общаюсь и с ребятами из когнитивных наук, и из нейробиологии, и из физики, и, и нам есть про что поговорить, потому что, я могу принести, как бы, вот эту часть, да, как бы, условно, мировоззренческую, философскую, а они могут сказать, слушай, вот смотри, у нас вот так, да, поэтому, вот, если ты спрашиваешь, что изменилось, вот, стало интереснее. А если говорить про уровень счастья твоего внутреннего, вот если прям честно? Уровень счастья, наверное, примерно такой же, уровень спокойствия побольше, уровень осознания своих эмоций существенно больше, потому что раньше у меня эмоции были, знаешь, какие, топором тёсанные, то есть, ты обнаруживаешь, что ты в гневе, когда у тебя гнев из 100% уже на 86, сейчас я, наверное, замечу, где-то примерно десяточки, то есть, я, у этого, кстати, вот спросил минусы, своеобразный минус этого в том, что ты чувствуешь намного больше, то есть, вот у тебя, как бы, вот этих, вот, знаешь, вот эта вот амплитуда стала меньше, а вот, когда ты чувствуешь очень-очень тонкие какие-то, вот, куда у тебя пошло, вот этого стало больше, вот, и для меня сейчас один из таких вот, ну, моих личных, да, этапов развития, как бы, научиться жить, вот, знаешь, в этом калейдоскопе, потому что, когда вот, вот оно глыбами, а глыбы-то большие, да, ты такой, ну, сегодня полдня гневался, потом полдня, там, радовался, а когда у тебя очень много нюансов, модный термин, гранулярности в эмоциях, вот, у тебя, как бы, много вот этих вот, вот, таких, как бы, отдельных пазликов, и вот их все тоже подсобрать, их все каким-то образом изучить, вот это вот очень интересная тема, вот, но и в целом, ну, в целом, в общем, если так резюмировать, интересней, гораздо больше исследования, гораздо в большей степени я занимаюсь тем, чем я действительно всегда хотел заниматься, потому что статистизм это такое, сейчас, на сегодня это прям дело жизни, вот, ну, вот, наверное, так. Здорово. Ты рассказал мне гораздо более понятнее и четче, и интереснее, главное, чем книги, потому что там очень много абстракций, и так далее, и так далее, и так далее, а у тебя все четко по делу, на практических примерах, круто, мне очень понравилось, я очень доволен, для меня прям целое новое вообще открылось, знаешь как, расширились немножко мои шоры, рамки, и появилась абсолютно новая информация, абсолютно новое знание, спасибо тебе большое за это, я прям очень кайфанул. Спасибо, что пригласил, надеюсь, тоже было интересно, полезно, ну, и давайте следовать вместе. Уверен на 100%, дорогие мои, традиционно, традиционно, есть несколько самых важных действий, во-первых, обязательно подпишитесь на канал, врубите лайк, если вам понравилось, дизлайк, если не понравилось, но вы, опять же, знаете, что мы запоминаем всех, кто ставит дизлайки. И самое важное, самое важное, что нужно сделать, это выписать в комментариях свои главные, ключевые инсайты, выводы, какие-то полезные лайфхаки, которые вы сегодня для себя подчеркнули, обменяться ими с другими, потому что там в комментариях всегда бурлит целая жизнь, и происходят очень интересные процессы, мне всегда очень интересно зайти и почитать. Еще раз спасибо тебе большое. Спасибо. Ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok